С чувством безмерной радости приветствуем всех, кто сегодня с нами. В студии АЛЛАТРА ТВ с нами глубоко уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Игорь Михайлович, предыдущая передача «Шанс на грани» произвела небывалый резонанс. И прежде всего людей тронула глубина и серьёзность сказанного и произнесённого. Но не обошлось и без случаев, когда некоторых людей заинтересовал и Ваш юмор по поводу темы ануннаков, потому что с нами в студии была тогда Жанна. Даже к серьёзному иногда надо относиться с юмором, без юмора скучно. Ну а тема ануннаков, ну естественно, что она многих вот наших друзей могла зацепить. Но я думаю, те, кто в теме, те, кто понимают, ну за ануннаковыми и вообще за инопланетных существ, те поняли нашу шутку. Ну естественно, вот если помнишь, когда я сказал, что если бы было настолько всё серьёзно, то первыми бы, кто покинули эту планету, были бы ануннаки. Ну все же, кто понимает, те же прекрасно знают. Пока ануннаки соберутся, и гиги уже будут на совершенно другом конце нашей галактики. Ну разве это не смешно? Мне кажется смешно. Осознание сейчас нарисуют тоже, а не является ли отсутствие Жанны за столом поводом того, что… Они такие расторопные, не переживайте, пока не соберут со временем много. Это ж извечная шутка, все же знают. Игорь Михайлович, я тоже хотелось бы и поговорить на такую тему. Изучая историю, особенно историю приветствия людей в разных странах и в древности, и сейчас, проследили интересную закономерность. Когда-то мы в передаче «Жизнь» поднимали уже вопрос того, когда люди выражают духовное другому человеку, в частности, индийская традиция, когда говорят «намасте». И здесь тоже что заинтересовало? Заинтересовала, во-первых, та суть, которую вкладывали люди, когда приветствовали друг друга в Созидательном обществе, и то, какие произошли подмены сознания, как сознание подменило вот эти ключевые духовные понятия. Система перекрутила всё. Но вот что тоже интересно, что в том же Иране мы находим, что люди, когда приветствовали друг друга, то они говорили друг другу, что «ты должен быть радостен, будь радостен, будь весел». На Кавказе, в народах Кавказа о свободе говорилось, что «тебе нужно побеждать, побеждай, будь свободным». Те же горцы Пальмиры говорили друг другу, что нужно быть в бдении. Бди и не уступайся с теми. Ну скажем, привычное «здравствуйте всем», да? Ведь оно произошло от чего? От «здравствуйте», то есть «будьте здоровы», «здравствуйте». Но вы тоже часто в передаче желали нашим зрителям пребывать в здравии, желали им здоровья прежде всего. Ну здравие здесь подразумевалось не просто здоровье тела, но и здравие, как раньше считали, это то, что радует, то есть идёт от «здравия», то есть от радости ещё. Здоровье и радость, то есть идёт сочетание. И радость идёт не от здоровья, а от внутренней свободы, от внутренней составляющей. И вот если мы посмотрим в историю, вот ты поднял сейчас интересную тему, что желали люди друзьям, знакомым, ведь все пожелания были духовной направленности. Потом они стали материальны. Ну допустим, как «доброго дня» или ещё что-то, да? То есть опять-таки «добрый день» вам. Это о чём говорит? Желают доброго, счастливого дня. Разве это плохо? Хорошо, замечательно. Так же, как и «здравствуйте». «Здравствуйте» — это уже больше относится, хотя пишется «здравствуйте», да? Но всё равно «здравствуйте» — оно больше относится к земному, «будьте здоровы». А вот уклон «здравии»… Ну в «здравии» здесь опять-таки мы видим подъём, да? И сочетание «ра» и это отсылка к кому? Отсылка к Богу. Ну в конечном счёте всё меняется, всё подменяется, ведь мы живём. В таком материальном, потребительском мире людей. Да, просто, что когда прослеживаешь вот эту традицию у разных народов, ты понимаешь, что когда люди жили вот этим единым созидательным обществом, насколько всё-таки они всё-таки стрепетом относились к духовному, душевному состоянию человека, который был с ним рядом, что всё это строилось на именно поддержке, на заботе о другом человеке, о напоминании им, и как система реально изменила все вот эти понятия, и тогда меняла, и сейчас меняет. Поэтому вот сегодня хотелось бы поднять некоторые вопросы вот этих подмен от системы, подмен от сознания по ключевым таким духовным понятиям. Ну это довольно интересно тоже. И тоже на что обратили внимание, что очень интересная тенденция в последнее время, в частности, если проследить запросы в интернете того, что люди всё больше и больше интересуются вопросами о смысле жизни и о духовном пути. Почему эта тенденция столь буквально? Опять-таки вот о смысле жизни. Как мы говорили, многое меняется последние годы, и люди чувствуют неудовлетворённость своей жизнью. Они что-то достигают, что-то постигают, но понимают, что это не то. Очень много людей сейчас осознают, что мир иллюзорен, многие с этим сталкиваются. И поэтому приходит понимание до людей, что что-то здесь не так, и в чём смысл их жизни. Ведь смысл в повседневной жизни то, что раньше воспринималось как все — семья, быт, дети, всё это дом, это всё замечательно, это всё великолепно и прекрасно, но не даёт реализации вот именно той внутренней потребности. И вот люди остаются с этой нереализованной внутренней какой-то проблемой и ищут пути её реализации. Это же просто, что интересно, что действительно, когда люди беспокоятся вот этими вопросами, вопросами внутреннего поиска пути, поиском вот этого состояния радости, потому что для многих очень важно как бы избавиться от страданий повсеместной сегодняшней жизни и… Таки, а страдания — это что? Это результат сегодняшнего мироустройства. Это результат, скажем так, потребительского формата, который, как мы уже говорили в прошлых передачах, того, что шесть тысяч лет человечество живёт вот в угнетённом состоянии, в угнетённом именно системе. Когда зверь начинает доминировать в обществе, а общество это, если мы берём как единицу, то это доходит из составляющих, то есть до каждого человека. И люди чувствуют это давление, подавление, несправедливость. Даже те, кто совершают эти несправедливые поступки по отношению к другим людям, кто сеет зло, как говорится, и как бы и спит при этом вроде бы спокойно, но на самом деле он тоже страдает. Потому что люди чувствуют, что с миром что-то не так. Просто, что интересно, какие всё-таки ответы даются людям от наставников разных духовных течений относительно того, как людям достичь вот этого состояния любви, состояния радости. Потому что, естественно, во-первых, издревле говорилось, что это то состояние, которое постичь трудно, что это состояние, которое и объяснить каким-то понятийным аппаратам трудно. И тут система начинает играть в том контексте, что она говорит, что раз это трудно объяснить, значит этого и сложно достичь… И достичь. И делает из этого тайну… Ну не тайну. Просто, скажем так, люди пытаются от ума пояснить то, о чём не ведают. Вот оно и получается столь сложное, как современные науки с массой своих загадочных слов и никуда не ведущие. Ну это всё просто из-за отсутствия реального опыта у тех, кто рассказывает об этом. То есть не только устами до ушей доносить, а именно как вот в древности, да, то, что знали люди… От души к душе. Это самое главное. От сердца к сердцу. Ну вот как ты говоришь, от сердца к сердцу. Если у человека идёт от сердца к сердцу передача его внутреннего опыта, реального опыта, то и слова находятся, и пояснение есть. И человек, чувствуя такого человека, он невольно начинает за ним двигаться, если хочет. А если в человеке доминирует система, ну или, как говоря, религиозным языком, он подконтролен бесом внутри, то его это, наоборот, отторгает, отвергает. У него возникает зло, ненависть к религиям или к тому, что рассказывают. Ну таким людям тоже стоит задуматься, почему их так это всё пугает, скажем так, и почему такая ненависть возникает внутри. От кого? Ну так же же. Воспринимается, как в штыки, да, вот эта принципиальность некая от… Конечно. Да, но многие сразу, что у меня вот с религиями, вот у меня мозги пудрите, жизнь такая сложная. И сразу масса аргументов шаблонных от сознания, почему он так поступает. Ну и как некоторые говорят, вот у меня есть религиозные книжки, я вот читаю, я самый религиозный, я всё понимаю. Что вы мне рассказываете? Ну это касается всех религий, здесь нет разделений. И такие люди есть в разных концах планеты. Да. Но самое забавное, что и они чувствуют. И вот эта агрессия, которая идёт от внутреннего зверя, она как раз и вызывается тем, что зверь чувствует прослабление, поддержки самой системы его. Вот он чувствует, что система их бросает. Это интересно. Ну интересно, но это закономерно. Тоже Игорь Михайлович… Но мы договаривались не пугать людей к этому тему, дальше не будем развивать, вследствие чего это происходит. Тоже Игорь Михайлович, относительно того, какие вообще встретили такие рекомендации для людей, для того, чтобы они достигли вот этого состояния, скажем, чистоты внутренней, чтобы они достигли вот этого состояния глубинного, такого доверия этому миру, Вселенной? Ну как можно доверять этому миру и Вселенной? Это материальные структуры, они всегда конечны. А раз конечны, они борются за жизнь. А раз они борются за жизнь, значит невольно они будут лживы. Логично? Поэтому довериться этому миру и этой Вселенной, ну это всё равно, что самому себя обмануть. Доверие между людьми, да, вот простой вопрос. К примеру, пусть даже религиозного уклона, организация, люди собрались, они занимаются вместе молитвенными практиками, ещё что-то, и в них порождается доверие. Вот доверие в чистоте, когда оно порождается? Когда они в действительности все стремятся к Богу, когда они доверяют друг другу как Личности. Ну разве можно доверить сатане? Вот простой вопрос — нет. Если над человеком доминирует сатана, если он подконтролен в системе, как можно ему что-то доверить? Тем более, самое ценное — свою духовную составляющую. Ну разве можно такое вот раскрыться духовно перед таким человеком? Нет, конечно. Почему? Потому что дьявол будет это использовать своей выгодией. Ведь система играет на ключевых вот этих понятиях — доверие, на предатель. Конечно. Там, где нужно доверие, там оно запирает неверием. Там, где нужно старание, оно подменяет ленью. Там, где нужна любовь, оно это замещает ненависть. И мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем сегодняшний день и страхи перед завтрашним. Но ведь каждый человек ждёт вот этой большой любви. Можно ли её найти, испытать вот это внутреннее состояние поисками во внешнем? Опять-таки это же идёт каждого своё понимание большой любви. Кто-то ищет свою вторую половинку. И для него это большая любовь, смысл всего его существования. Нашёл. Любовь прошла. Оказывается, не та половинка. Опять ищет. Ну вот какие-то у нас многодольные, что ли. Каждый ищет свои дольки, а не половинки. Просто нет в этом мире той любви, о которой мечтает наше внутреннее, наше сердце. Вот как говорят. Эта любовь есть в том мире, но начинается она здесь. У людей есть этот, этот внутренний поиск именно поэтому. Потребность есть в этом, конечно. Ведь люди знают и понимают. Вся беда в том, что люди в действительности врут себе или слушают слишком сильно своё сознание. А оттуда идёт информация слегка искажённая и опять-таки в угоду материальной стороне человека. Поэтому здесь всё как бы вроде бы система и упрощает, а на самом деле усложняет в десятки раз. И жизнь превращается в постоянную суету в поисках добычи чего-то. Ну, в общем, так прожигают жизнь люди. Вот то, что человек ждёт вот этой большой любви, значит, он когда-то с ней уже соприкасался, каждый человек? Он понимает, как она… Конечно. Конечно. Ведь сам процесс зарождения Личности, он и формируется на, как говорят, зеркальном ответе от Души, да? То есть Личность — это есть не что иное, как отражение. Вот эта серебряная нить, эта связь, ведь они пишутся во всех религиях. Это же интересно. Это есть, конечно, чувство той искренности, той любви. Ну у нас же ж как подменяется, когда люди начинают об этом рассказывать, то, что они чувствуют. У нас есть на это психологи, да? А наука психология, наука Души, как говорится, она же трактует как, что у ребёнка это подсознательно, ну у людей, вернее, подсознательно ещё с детского возраста, ещё когда он был вот родным матери, он был связан с матерью, пуповиной, вот это вот читается серебряная нить. Ну так вот легко взяли всё и опустили, и всё вывелено материально. То есть человек как бы помнит это состояние, когда он был защищён, находясь в отрубе матери, он был связан с нею пуповиной. Вот это вот есть защита, это есть любовь, это есть та свобода и та связь с любящим существом. Ну вот так вот трактуются на самом деле. А дело в другом. А дело в другом, конечно. Ну так же ж проще объяснить эти понимания. Но дело в том, что человек не может помнить своё состояние, когда он был в утром. И первые не то что часы, минуты, месяцы даже, он не может помнить. Наша память, она начинает работать гораздо позже. А то, что вот некоторые рассказывают, ну это фантазия, фантазия — туман. Память начинает развиваться тогда, когда ребёнок начинает отвечать. То есть вот улыбнулись ребёнку, он вот в ответ улыбнулся. А тут некоторые рождаются и сразу улыбаются. Это рефлексия, это работа мышц. А вот когда включаются зеркальные нейроны, тогда начинает работать наша память. Если мы глянем… Я извините, немножко отвлекусь, да? Вот расскажу, почему это всё, если мы будем смотреть с позиции древних наук, так скажем, мягко, чтоб нас не обвинили в чём-то. Человек имеет форму физическую, и человек имеет форму энергетическую. Энергетическая структура человека, она пирамидальной формы. Здесь тоже есть объяснение, почему. И вот когда он достигает своего, ну такого духовного просветления, да, или слияния, как говорят, Личности с Душой, или освобождение, ну по-разному это называют, но смысл заключается в одном — он достигает в Жизни Вечной, будучи ещё здесь, то происходит трансформация самой энергетической структуры. Ведь ничего не происходит с ним физически. И порой сам человек этого не понимает. Просто вот как камень упал какой-то, да и всё, и жить стало легче и проще. Ну сознание, как собака, гавкать меньше стало почему-то. Ну она будет гавкать всё равно, но уже как-то не так оно агрессивно. Ну такие вот перемены. Порой ответы приходят нежданные на глубинные вопросы, людей больше начал чувствовать. А так же ж ничего не меняется. Как говорится, рога не выросли, хвост тоже, значит, не демон. Знаешь, как говорят, крылья не выросли, значит, не ангел. Значит, ничего с тобой не произошло. На самом деле происходит трансформация. Но на энергетическом уровне оно хорошо видно. Оно превращается из пирамидальной структуры в кубическую. Ну тут тоже есть свои объяснения. Так вот, к чему я это всё, друзья наши? Что когда ребёнок рождается, у него есть форма кокона. Ну вот такая вот яйцевидная форма. И она начинает меняться не сразу. А раз она меняется не сразу, значит, памяти у ребёнка не может быть. Почему? Потому что опять-таки мы отходим к древним религиям, в которых рассказывается о четырёх сущностях, которые отвечают… Вот, допустим, левая у нас за ложь, хитрость, правая — за злость, сущность. Это что такое сущность в данном случае? Это не значит, что какой-то живой объект, что-то, ещё что-то. Это называют одни из стенок пирамидки, да? Ну вот пирамидальная структура на этическом плане. И вот одна из сторон, но которая имеет контакт, скажем, с более тонким миром. Она действительно есть. И вот люди друг друга могут чувствовать без сотовых телефонов, могут связываться благодаря, скажем, работе, к примеру, той же одной из сущностей. Не будем вдаваться в магию, чтоб людей не сбивать с толку, а то же начнут баловаться, да? Там посылать свои сущности, рождать фантомы какие-то. Ну, потому что так работает. Так вот, за память у нас отвечает задняя сущность. Она имеет возможность смотреть и вперёд, то есть проскания, и имеет возможность, скажем, запоминать все наши действия. Она непосредственно связана с нейронной группой головного мозга, то есть с первичным сознанием и с нейрончиком. Любая информация, что бы мы ни видели, что бы мы ни слышали, она в ней хранится базово. Это то, что опять-таки называется подсознанием. Вот форма — одна из форм подсознания. Если человека ввести в трансовое искусственно вызванное состояние, то есть гипноз, то, в принципе, человек может вспомнить дословно всё, что он слышал, всё, что он видел. Приведём такой простой пример. Мы как-то его пробовали воспроизводить, поставили человека и сказали просто, что он 15 минут постоял при потоке машин. Я говорю, «Наблюдай, должна ехать машина», — сказали номера автомобиля. «Когда будет ехать, ты ему махнёшь». Ну номера мы выдумали, но в те времена, когда мы проводили этот эксперимент, такого потока машин, как сейчас, извините, в Киеве, конечно, не было. Ну за 15 минут проехало десятки автомобилей. Для чистоты эксперимента почему было именно 15 минут? Потому что видеокамеры были не такие, как сейчас, ребят, там плёнки хватало на 15 минут съёмки. И гораздо ниже Андреич взымал на камеру сам. То есть весь поток автомобилей, который шёл ему навстречу, он это всё записывал. Так вот, через время, мы дали недельку перерыва человеку, буквально через неделю, мы вводим его трансовое состояние с моим хорошим товарищем, и вот он начинает у него спрашивать элементарно цвет машин, номера автомобилей и тому подобное. Так вот, ни одной ошибки. Учитывая, что сознание в обычном режиме-то и запомнить больше трёх-пяти там, да? После этого, когда он вышел, ну его вывели из трансового состояния, его попросили вспомнить автомобилем. Не получилось. Почему? Опять-таки большой поток информации, он запирается на уровне первичного сознания. Если человек тренируется, он может что-то запоминать, может расширять, но до мелочей всё хранится в нашем подсознании. Тогда модно было украшать автомобили, кисточки. Ну вот если, может, кто-то из друзей помнит такие вот, как на ковре кисточки висели, и вот по кайме лобового стекла их вешали, как коврики в автомобиле были, всякие висюльки были, до количества вот этих кисточек, то есть память у человека колосами. А как сделать так, чтобы вот эта задняя сущность всё-таки была помощником, а не тянула человека назад, потому что очень часто людей… Ну почему? Она больше всё-таки нейтральна, но часто она доминирует. Опять-таки что мы… куда мы вкладываем своё внимание, что мы покупаем, собственно говоря, то мы и получаем. Если человек озабочен прошлой проблемой, он живёт с ней, то естественно, что эта же проблема будет и доминировать всегда по одной простой причине, что, ну скажем, системе или зверю ему всё равно, лишь бы питаться. Если мы сюда вкладываем массу своего внимания и тратим на это своё время, то, естественно, эта проблема от нас никуда не уйдёт. Хочешь избавиться от чего-то — просто забыть. Говорят, вот некоторые скажут, не получается. Вот, допустим, какой-то стресс был у человека, он хочет забыть там, или, скажем, несчастная любовь, где задета его гордыня. А это одна из причин, почему так долго полонят. Ну да. Для того чтобы забыть плохое, нужно что делать? Вкладывать внимание в хорошее. Для того чтобы забыть прошлое, нужно вкладывать внимание в настоящее или формировать будущее. Это не значит мечтать о любимой или любимом, мечтать о чём-то материальном, а вкладывать внимание в определённые действия для того, чтобы быть тем, кем ты хочешь. Ну а здесь уже на выбор. Кому что дороже. То есть не время лечит, а как раз таки, когда сам человек формирует, да, вот это всё? Время лечит как раз за счёт того, что мы отвлекаемся. Мы находим новые вопросы, которые нужно решать. Мы вкладываем внимание с каждым разом всё меньше и меньше в прошлое. Но если человек, скажем, зациклен на каком-то моменте прошлого, то системе это выгодно, оно его будет возвращать постоянно в эту же точку и постоянно будет его там, ну извините за выражение, доить как козу. Вот уже, Игорь Михайлович, задавали вопросы и присылали относительно внимания. То есть нет понимания, что же такое внимание. Оно, с рождения его количество или объём, оно одинаково даётся человеку, там как в случае с праной человека. Или объём этот как-то восполняется, этого внимания. То есть можем ли объяснить более подробно о внимании человека? Ну вот на Востоке считается, что есть энергия жизни прана, да. Вот мы часто это употребляем тоже, прана. Что такое прана? Вот если мы подойдём и возьмём это как энергия жизни, это и есть производная от Аллат. То есть или то, во что трансформируется Аллат, и это и есть запас жизненной энергии. Человеку наделено ровно столько, сколько наделено от рождения до смерти. И вот почему… ну мы немножко сейчас опять-таки, извините, углубимся в метафизику, в всякую бесовщину, как хотите это называйте. Ну так необходимо. Вот есть такие, скажем, существа, по-другому их людьми-то не назовёшь, вот как кондуки, да? Ну это более известно. Те, кто питаются, вот как вампиры. Ну вампиры, они должны питаться кровью, а эти питаются энергией человека. Зачем они охотятся? За правдой. То есть за жизненной энергией. Почему? Потому что накопление этой жизненной энергии пролонгирует их существование. Ну не как физического тела, а пролонгирует их как Личность, и они могут даже перерождаться, скажем, осознанно. Вот для них существует реинкарнация. Почему? Потому что он приходит в этот мир, в новое тело со своим багажом, со своей памятью, со своими знаниями, со своим опытом и с добавочным количеством праны для нового тела. Вот. Скажем так, вместо души вот появляется вот такое счастье. А внимание, сила внимания, она… Так вот, сила внимания, я же подхожу потихонечку. Сила внимания — это есть не что, как опять-таки эквивалент той же праны. У нас прямо пропорционально на каждое мгновение нашего существования есть и определённое количество той же праны. Это как, скажем, бензин для двигателя или как электричество для электромашинки. Вот батарейку вставил — вот столько она проедет. Вот, вот этот запас электроэнергии, который находится в маленькой батареечке, которую мы вставили в электромобиль — вот это и есть прана, которая вот позволяет автомобилю проехать какой-то определённый промежуток времени. Сколько бы времени вот он ни существовал, каждое мгновение и определённое количество энергии на это. Вот, вот эта энергия растянута или же, скажем, пролонгирована на пространство и время, поделенное вернее — это и есть наше внимание. Вот многие скажут, ну как, вот если я ничего не делаю, лежу, я же внимания не вкладываю — вкладываешь. Ещё как вкладываешь. Даже больше того. Мы это тратим, силу, когда спим. Мы её тратим. Вот интересно, что система культивирует вот эту лень в человеке, якобы для сохранения вот этой энергии, да? То есть про вот это состояние некой линности. Нет, когда мы её не распределяем туда, куда надо, если мы в это время не направляем наше внимание на контакт с Миром Духовным, если мы не созидаем, если мы, скажем так, не находимся в Любви и счастье, мы никогда не находимся в Любви и счастье, если мы не в контакте с Миром Духовным, мы тогда находимся в иллюзиях, которые нам замещает сама система через наше сознание опять-таки. И вот здесь опять-таки левая сущность играет огромную роль и задняя тоже, ну вот исходя из древних религий, скажем, или науки древней. И получается, что мы как Личность воспринимаем ложную Любовь временную, мы всегда озабочены, всегда нервируемся и тому подобное. Ну вот здесь сейчас я отвлекусь. Когда мы едем на автомобиле, мы тратим энергию. Если мы едем с определённой спокойной скоростью, не совершаем резких манёвров, резких ускорений, у нас есть средняя затрата энергии. Как только мы начинаем газ, тормоз, резкие перестроения, резкие ускорения, мы тратим энергии намного больше. Я думаю, среди наших друзей много автомобилистов, неважно, на чём вы ездите, на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания или на электромобиле, что электроэнергия, что горючие смеси в вашем… бензобаке вашего автомобиля, они тратятся ровно так же, как тратит сопрано в вашем энергетической, биологической конструкции, скажем так. Когда мы нервничаем, когда мы переживаем, мы что делаем? Стареем. И вот часто видим, есть люди спокойные, вравновешенные, они менее подвержены эмоциональным стрессам, они находятся в большей любви, не зациклены на себе, они выглядят всегда здоровее и моложе. И мы видим людей эмоциональных, которые подвергаются перегрузкам, у которых есть мечта, они вкладывают своё внимание. Допустим, давайте возьмём тот же спорт, настоящий, серьёзный спорт. Что происходит? Люди горят. То есть вот горит человек. Что значит? Больше тратит энергию. Опять-таки больше вкладывается внимание. Расстояние, которое он должен преодолеть в пространстве в течение определённого времени, оно ограничивается. То есть он не может пройти с одной точки в другую точку, ну если по пространству, по времени. Время сокращается, пространство пройдено, увеличивается, оно сжигается, энергия как раз гораздо больше. Или, упрощу пояснение, человек, к примеру, на двух литрах бензина, да, или там на киловатт электроэнергии, если электрический двигатель, может проехать с точки А в точку Б, скажем, на расстояние, ну давайте пофантазируем, там, 50 километров. Но когда он выполняет зигзаги, ездит с ускорением, он проезжает не 50 километров, он останавливается в точке В или С, которая будет соответствовать там 40 или 30 километрам зависимости. Ну тут такое вот сокращение идёт в человеческой жизни. Не только, скажем, в духовном плане он тяжело пробиться, но и в физическом плане он тоже проигрывает. Не успевает. Да. Запас жизни или запас праны, он рассчитан гораздо больше, чем среднестатистическая жизнь человека, современная. Гораздо больше. Вот тоже интересно, Игорь Михайлович, всегда, когда Вы рассказываете и о таких, скажем так, новых понятиях порой, как «серебряная нить» когда-то выделились, да, что есть такое понятие? Ну как это новое? Оно ж не новое, оно было известно Бог знает когда. Просто, что очень всегда интересно расширить вот эти понимания и углубиться, и поискать информацию на этот счёт. И тоже как интересно действует система, потому что встретилась и про «серебряную нить», которую называли и «серебряная цепочка», и световая спираль, светящаяся лента. На Востоке очень много об этом говорится. Но к чему всё-таки система подводит? Во-первых, есть группа людей, которые обеспокоены тем, что… когда эта нить каким-то образом распыляется, расслабляется, то утрачивается здоровье… Да, что утрачивается здоровье. И поэтому ищут пути вот укрепления вот этой нити для того, что якобы это рецепт некого долголетия, продления жизни, укрепления иммунитета, здоровья. То есть… А у нас же, смотри, как система, она всё, что должно быть направлено на духовное, она переворачивает на материальное. И вот как мы начали говорить сегодня, да, когда ты говорила о приветствии, ведь приветствие было с пожеланием духовной радости, любви и счастья, духовных достижений, ну такое, как «иди живи», да? То есть такое вот… Ну в смысле «живи» не просто «иди броди» или «гуляй живи», а как раз пожелание жизни настоящей, жизни вечной. И всё, что изменяется и подменяется, так и здесь. Всё духовное, что делает, подменяется на материальное. Да. Опять-таки, говорит, зачем человеку промывать и зомбировать мозги, если они у него же зомбированы давным-давно. Это же, что люди как бы направлены на… и осознают, что оно должно быть толще, что оно должно быть шире, что оно… Правильно они говорят. Да, что нужно быть ближе… Опять-таки, ближе… … к телу ментальному, как они считают, к физическому. Ну вот… и вот здесь пошли подмены и изменения. Да. А это всего лишь банальная физика. То есть если мы смотрим по строению человека, да, которое отображалось ещё… Бог знает когда. И даже в некоторых петроглифах можно найти структуру человеческой энергетической конструкции. Почему? Личность — это не является частью физического тела. Душа тоже не является частью физического тела. Почему? Ну вот. Человека разбирают на молекулы, как говорится уже, там, на каждую клеточку, а души найти не могут. Ну или физиологи, извините, изучили мозг от и до, и они до сих пор величайшие умы не поймут, как же ж оно работает. Видят. Что видят? Зарождение картинки, реакцию определённой группы нейронов на картинке. Ну опять-таки они могут видеть и посчитать возбуждение двадцати нейронов или двухсот нейронов, но они не могут объяснить. Те же самые условия, тот же самый человек, он переводит взгляд с треугольника на яблоко, и у него загорается, к примеру, двести нейронов. Ну когда считали. В следующий раз, когда он переводит с треугольника на яблоко, у него уже загорается сто пятьдесят нейронов. И что послужило вот этим переводом, и почему больше или меньше вот происходит возбуждение нейронов, ответить не могут. И много таких понятий, вот у нас устроены уже, говорят, телепатические аппараты, которые позволяют человеку уже смотреть на экран и мысленно управлять, скажем, движущимися предметами, там играть в тетрис какие-то вот простые элементарные действия. Это несложно, абсолютно несложно. Почему? Потому что действительно даже картинки можно снимать. Если, к примеру, вот человек представляет то же яблоко, яблоко зелёное, яблоко красное, оно будет отличаться. Практически один и тот же отдел возгорается, но добавляются следы определённые. Поэтому это картинки, которые возгораются во голове, и их можно считать. Это несложно. Можно считать, если человек будет думать картинками. А мы понимаем, что мысли, которые у нас приходят разворачиваться, они тоже приходят картинками. С одной стороны, это позволит, если человек будет медленно думать и лишь образами, ну что-то снять с головы у него получится. Но дело в том, что мысль зарождается и приходит к человеку не по его воле. И человек не управляет этим процессом. Он может лишь финансировать своим вниманием, своей праной какое-то течение мысли, но она всегда начинает рассеиваться, ему нужно прикладывать усилия, чтобы загнать их обратно. Или же человек, который, ну скажем, занимается решением какой-то задачи поставленной, он сосредотачивает всё своё внимание, он начинает об этом думать, складывать, ну, к примеру, решает арифметическую задачку. И вот здесь действительно с помощью этих датчиков можно считывать, где какая цифра или ещё что-то. Но достаточно человеку отвлечься, и все эти датчики не работают. Почему? Потому что сочетание, комбинация, они ломают все схемы. Для того чтобы это работало, человек должен быть чётко, сосредоточен, и вот должна работать вот именно эта группа нейрон. Поэтому не всё оно так просто. Игорь Михайлович, касаемо вот тоже медицины и группы нейронов, ведь люди тоже, когда хотят справиться с этим состоянием некой душевной боли, то они прежде всего, конечно же, обращаются либо в религии, но там, в принципе, говорится о том, что… Я извиняюсь, как раз вот недоговорили мы. Так вот касательно той же серебряной нити. Почему правильно, что она должна расширяться или утолщаться? Так вот, с древности знали, что есть душа, которая находится приблизительно в середине этой пирамидальной структуры энергетической самого человека. Потом есть прослойка сознания, и над сознанием, которое находится гораздо выше головы, есть Личность. То есть Личность, получается, у нас вынесена за тело. Или как бы мы за телом, над головой находимся. Причём не имеет значения, сразу отвечаю, потому что у них вопрос людей начнётся. Если я не с головой стою и боком лежу… Ну это стандартные мысли, которые подбрасываются. Не имеет значения от положения вашего тела, вот конструкция форму соблюдает. Так вот, душа связана с Личностью как раз вот этой серебряной нитью. Когда человек вкладывает силу своего внимания в Мир Духовный, а Мир Духовный для человека, он как раз и есть, это его Душа. Больше у него нет ворот, через которые он может зайти туда. То, что рассказывают, что с телом он придёт, его кто-то встретит, куда-то проведёт. Ну это надо было как-то объяснять. Фантазировали люди, которые в действительности не практиковали ничего, а просто вот людям сказки рассказывали. Ну вот так оно и было. Так вот, чем больше человек вкладывает, тем Личность, получается, становится ближе. И вот некоторые скажут, так оно проходит через сознание. Да, ребят, проходит. Но сознание остаётся, как внешняя оболочка, но не разделяющая. Это уже как факт. Поэтому собачка гавкает меньше, но гавкает. Всё равно ты её слышишь. И вот когда идёт этот процесс сближения, то естественно… А что такое серебряная нить? Это своего рода, ну скажем, давайте её назовём как трубочка, да, через которую идёт свет от Души. Ну это чтобы понять… Опять, ребята, это ассоциация просто для понимания. От Души до Личности. Личность отражается опять-таки где? В материальном мире, в этом надверже, как в зеркале. И формируется такая вот часть, которая связана опять-таки с нейронами головного мозга, с первичным сознанием и вторичным сознанием, ну через первичное опять-таки. И вот здесь получается, чем Личность ближе к Душе, тем трубочка расширяется, света становится чего? Больше. Вот мы представим, давайте тонкую, скажем так, трубочку, через которую мы подключаем кран, открываем кран, вода течёт по тонкой трубочке. Чем толще трубочку мы делаем, тем больше объём воды проходит. Чем больше объём, скажем, человек своего внимания направляет опять-таки через эту же серебряную нить в Душе, тем больше он получает. И вот отсюда издревле зародилось, чем больше ты отдаёшь Богу Любви, тем больше ты получаешь обратно. Ну вот отсюда и пошло. Богу отдаёшь десятину, сторицей получаешь, да? И оказывается, надо жертвовать животным своим, то есть как частью составляющей человека, животных. Вот это самая благостная для Бога жертва. И, скажем, своё внимание нужно вкладывать именно в духовное развитие. И тогда столицей ты будешь возвращать. У нас что сознание сделало? Перекрутило. Мы должны прийти, десятину отдать… Опять-таки почему десятина? Десятина — это всё перевёрнуто. Мы говорим, когда человек идёт по пути духовному, и об этом опять-таки знали даже в древних религиях. Когда мы идём по пути духовному, мы должны… Ну 80, там вообще в идеале 90 процентов внимания, своей силы мы должны направлять на радость, на счастье, на Любовь, на Жизнь. Десять процентов мы должны оставлять здесь, на мирское. Что сделали? Десять процентов от своего дохода ты должен приносить и ложить в храм, да? Это как бы ты отдаёшь Богу дань, и он тебе как бы столицей должен отдать. Кому и что? Жрецы возвращают. Потому что ты ж не отдаёшь Богу, ты ж отдаёшь жрецам, людям таким же, как и ты. Но с другой стороны, поддерживать храмы надо, потому что это естественно, это места для верующих, это очень важно. Но, ребят, я не говорю, что не надо там поддерживать, надо. Это для верующего человека — это второй дом, где он приходит пообщаться на духовные темы. Опять-таки, если его не поддерживать, то банально — там будет холодно, не будет электричества, да и вообще здания не будет. Где вы будете собираться? Это всё нужно, это всё важно тоже. Это дань традиции, это удобство общения. Религии — это наши культуры, забывать их тоже нельзя, это тоже важно. Но опять, ребят, вот без всяких. Если вы действительно стремитесь к Богу и чувствуете в этом свою необходимость, то должны понимать, что сказки сказками… Это, знаете, как вот в детских садиках сказки читают, развлекаются. Это замечательно, это великолепно. Но есть и Жизнь настоящая, она выходит за пределы такого сказочного мира. Так вот, система подменяет… Я возвращаюсь, извините, облегся. Подменяет даже такое понятие, как бы жертвоприношение, понятие, куда уделяем мы 90%, куда — десятину и всё остальное. С этим мы разобрались. Теперь же ж, когда мы уделяем 90% на своё духовное развитие, то волей-неволей вот эта трубочка, скажем так, серебряная нить, она расширяется, и получается, когда она расширяется, происходит что? Сближение. Сближение. Ещё больше человек чувствует, ещё больше может вернуть. И этот процесс приводит к тому, что происходит сближение и формирование того, кого называют религией ахангелом. То есть, ну по-разному, где-то буддой, где-то святым, там просветлённым, не имеет значения, бессмертным, скажем так. Но это не означает, что он бессмертен в теле. Опять-таки что он нам навязан? То, что ты будешь бессмертен в теле, что в конечном счёте пройдёт какой-то день суда, и ты воскреснешь из праха. Ну почему? Потому что люди, не зная, не понимая, упустили. Ну или, может, из-за лени вначале, а потом из-за отсутствия опыта, слушая своё сознание, они упростили до чего? Да материально. Раз я в теле, значит, я тело. Раз я тело, значит, я должен воскреснуть в теле. Раз Бог всемогущий, значит, Он может это всё сделать, да? Это вот, извините, отвлекусь, но очень забавно как раз подходит к данной теме. В описании рая или жизни в раю, вот в исламе, к примеру, и вот некоторые люди далёкие, скажем, от этого рая, они философствуют на тему. Раз ты будешь в раю, в теле, возъезжать на подушках, будут вокруг тебя красавицы, и мальчики тоже там, значит, ты всё равно должен есть, да? Раз виноград будет, всё, но одним виноградом не пропитаешься. Ну тогда умные люди говорят, ну как же, и птицу будешь есть? Хорошо, я буду есть птицу, понятно, как бы мясо нужного. А как же ж я буду поедать тварь? Ну это же неправильно Божье. Ну тогда нашли решение, знаешь, какое? Главное, кости не есть. Вот человек должен в раю кушать мясо, а потом… Вот ты съел птицу, тебе её приготовили, а потом выращивается на неё мясо, и она тут же становится живой. И вот так у нас всё. И вот в это мы верим. А в правду, в ту правду… Не то, что я говорю ребят, а то, что вы чувствуете на самом деле. Вы же чувствуете правду. А где истина? А где, извините, детский садик и сказки? Так вот в сказке почему-то сознание верит лучше. И оно запирает и не даёт человеку почувствовать правду. Разве не так? Ну да, просто когда людей от сознания… Да. И вот теперь о запирании, о том, что не даёт, как оно действует и почему люди испытывают душевную боль. Опять мы возвращаемся к конструкции. Есть надвершая как Личность, если мы берём по пирамидальной структуре, и есть душа в центре. Между ними есть сознание промежуточное, и через это сознание проходит серебряная нить. И вот когда идёт активация сознания… Давайте представим нашу трубочку, которую мы открывали, подсоединив к рану и пропускали через неё воду. Если мы её сдавим, что произойдёт? Напряжение внутреннее. Угу. Мало того, что внутреннее напряжение произойдёт в самой трубочке, но из другого конца этой трубки вода будет течь медленнее. Достаточно отпустить — вода течёт нормально. Сдавливаем — вода течёт меньше. Для чего система это делает? Ответ очень простой. Когда человек цепляется за что-то духовное, вот действительно интересно, то он начинает углубляться. То есть как Личность он начинает искать в себе как раз то есть там Душа, нету Души, но это является угрозой для сознания. Что делает сознание? Сжимает серебряную нить. Личность что делает? Прослабляется, потому что поток от Души к Личности ослабевает. То есть система вкладывает свою силу в сознание как инструмент для того, чтобы остановить развитие духовного человека. И человек в это время может чувствовать вот именно то, что называют Душевным Богом. Вот это давление и внутренняя пустота. У него появляется раздражительность, у него появляется озабоченность или глубокая депрессия — неважно, он замыкается на себе как на теле. Что это даёт самой системе? Ну надо понимать, ребята, и смотреть правде в глаза. Человек, он дуален, в нём есть духовное начало и есть материальное начало. Материальное начало существует благодаря духовному началу в энергетическом плане. В физическом плане мы зависим от того, что съели, то есть это биологические процессы и химические реакции. Но все химические реакции поддерживаются ещё и стройной моделью, скажем так, энергетической конструкции. И если бы не было энергетической конструкции человека как программы, то да и не только человека, а всего материального, оно бы просто развалилось и исчезло. Был бы мир хаоса, была бы Вселенная наполнена свободно летающими молекулами, которые бы между собой не взаимодействовали. Для тех, кто увлекается физикой, понятия гравитации и всё остальное, это не чуждо понятие, ну вот, скажем так, это тот загадочный гравитон, который вы ищете. Ну это для тех, кто ищет. Благодаря этому есть формирование тел любых в этом материальном мире. Так вот, для понимания, зачем это нужно системе, я приведу простой пример. Представьте, у вас есть коза. Вы живёте за счёт того, что употребляете её молоко. И она, негодяйка такая, начинает что делать? Заниматься медитациями вместо того, чтобы кушать травку. Она садится на камни и медитирует. Вам это убыточно? Конечно, убыточно. Вместо того, чтобы кушать травку, общипывать деревья, накапливать молочко, которое вы кушаете, она, понимаешь, сидит и занимается своим духовным развитием, а молока не прибывает. Что вы будете делать как хозяин? Вы будете стаскивать её с камней, привязывать на лужайте, чтобы она кушала травку, правильно? И ходила немножко, будете отвлекать её. Вот система — это тоже такое, как и вы, хороший фермер, который заботится о чём? О собственной жизни, ну не о вашей. Разве вы заботитесь о жизни своей козы? Да, как продукта питания, но не больше. И вот в этом смысл. И вот если мы перестаём играться в детский садик, слушать сказки и здраво смотреть на вещи, то мы прекрасно тогда начинаем понимать, что мир материальный — это мир потребления друг друга. Кто-то кого-то всегда ест. И говорят, человек — это вершина, скажем так. Пищевой цепочки. Да. Но его едят те, кого есть человек. Ну разве не так? Человек умирает. Если его не спалили, то его едят череп. А череп питают птиц. Птицами питаются и звери, которых мы едим, и мы питаемся той же птицей. Круг замкнулся, и дракон опять грызёт собственный хвост. Тоже, Игорь Михайлович, сейчас с большой проблемой столкнулись учёные относительно того, как помочь людям, которые испытывают вот эти душевные состояния, некой душевной боли, духовного страдания… Ну мы только что вот объяснили, это причина и следствие этих духовных страданий. Но человек опять-таки, он испытывает неспецифическую боль, её не объяснишь какими-то обезболивающими энергетиками или там погасить её невозможно, также какими-то там препаратами, которые воздействуют на сознание, притупляют. Ну временно можно расслабить. То есть испытывает боль в человеке первичная, первичное сознание и Личность? Нет, Личность, она не может испытывать боли физической. Но так как непосредственно с Личностью связано первичное сознание, и вот эта душевная боль, назовём так, оно отражается ментально, а вот первичное сознание отличается от Личного, что оно способно воспринимать частично и ментально боль. Ментальное, скажем, проявление. Что имеется в виду? Человек, находящийся, допустим, в медитативной практике, он способен не только проецировать какие-то картинки в голове там и чувствовать что-то физически, но он способен воспринимать и метафизический план, то есть гораздо глубже уходить. И вот эти отголоски как раз и цепляет первичное сознание. Оно может ассоциативно это воспринимать. Игорь Михайлович, есть череда вопросов относительно слияния Личности с Душой. Ну первый вопрос Вы, можно сказать, частично ответили, но всё-таки озвучу его. Это можно ли понять сознанием, что произошёл вот этот процесс слияния Личности с Душой? Я же уже ответил, нет, сознание этого не поймёт, это нереально. Здесь, ребята, вот для того, чтобы вы реально понимали, мир духовный для сознания запрыт. Всё, что касается духовного, для сознания, ну скажем, абсолютно недоступно. Ну вот многие скажут, а как же, если я вот сознанием не восприму, как я пойму, как Личность? Когда сознание чем-то занято и что-то делает, даже сейчас вот вы меня слушаете, есть тот, кто наблюдает за этим дальше, чем сознание. Пока вот у вас артисты в голове рассказывают, что мы правы в чём-то, не правы. Для тех, кто сознанием смотрит, как выглядят, о чём говорим и тому подобное, и осуждают, но есть и тот, кто слушает внимательно и чувствует, о чём мы говорим. Вот, вот тот, кто понимает нас — это и есть Личность. Вы, это вы настоящие. А те, кто осуждают, обсуждают, кому интересно, в чём одеты и всё остальное — это как раз артисты на сцене, это не вы, это игра сознания. Всё очень просто, ребята. Те, кто ухватился духовно за вот эту нить, для тех, размывается, как на скорости, да? Да, вот этот пейзаж системы. Те прекрасно понимают, где от системы, скажем, артисты рассказывают на сцене, обсуждают, втягивая. А для чего это всё происходит? Опять-таки мы возвращаемся к чему? К пране, к энергии. Система таким образом кушает. Она прикладывает определённые усилия, даёт нам картинки, но мы ведь тоже, чтобы с нашей козы добыть молоко, прикладываем усилия. Разве не так? Она же сама не приносит нам на блюдечки? Нет. Так и система вот прикладывает усилия. Водит нас погулять, если мы как коза, дует нас. И второй вопрос относительно слияния Личности с Душой. После того, когда человек становится духовным существом, всё равно он пребывает здесь, в этом трёхмерном мире. И так или иначе есть активное воздействие сознания, да? Вопрос такой… Ну это необходимый инструмент. Да. Вопрос такой. Может ли человек, поддавшись на уловки и провокации системы, утратить свою духовность, стать, так сказать, падшим ангелом, как это говорится? Не может. Если человек духовно освободился, то он уже никогда не станет падшим ангелом. И вообще вот сама теория падших ангелов, ну это способ объяснить все сложности этого мировостройства. Ну к ней можно вернуться чуть позже. А сейчас скажу, что когда человек в преддверии, ну давайте назовём так, он же вот приближается как Личность там в Душе или же там оперяется как ангел. Ну в общем, пока он ещё не стал Буддой или как вот назвать, просветлённым, а только так вот просветляться начал, вот тогда он может ещё упасть. Но когда он в действительности стал ангелом, конечно, нет. Над ним власти уже нет, в самой системе. Это процесс невозможен. Ну а теперь вот зацепили, да, о падших ангелах. Может ли ангел упасть? Ну пока он в теле, споткнуться и упасть вместе с телом — может. Ну извините, это падение тела, а не схождение ангела с небес на землю в плане предательства Бога. И служение сатане. Ну это сказка. Зачем, скажем, ангелам падать, когда у системы своих легион сознания как минимум два на человека? Это можно ли посчитать регион дьявола? Ну вопрос такой раньше был больше риторический, да. А сегодня можно вот с пониманием того, что вот мы объяснили, посчитать. Ну только это касательно этой сферы, не больше. Мы говорили даже в прошлой передаче, что таких планет, как мы — их миллиарды. Это только в нашей Вселенной. Игорь Михайлович, а вот как людям на вот этом пути защититься от системы? Как защитить Личность от системы, что является щитом? Вот здесь, понимаешь, есть парадокс звучания, как людям защитить Личность. А Личность — это кто? Это, извини, ребёнок твой или котёнок, которого тебе надо защищать. Пока человек не поймёт, что Личности того, он не может защитить. Вот человек готов мир спасать, жизнь отдать, а познать себя он не готов. И вот первое, с чего начинается, — это самопознание. И первое, что опять-таки мы объясняем, рассказываем, опять, это не только мы, это испокон веков было первое, что это как раз способы защиты. Пока человек не обретёт щит и не научится защищаться, никто ему меч не дал. Потому что нападать он может на систему лишь тогда, когда он в безопасности. То есть прямое противостояние самой системе человек начинает после того, как осознаёт, что он Личность. А как по-другому? Когда человек изучает, что такое сознание, как оно работает, как вот эти артисты в голове его обманывают, где он как Личность воспринимает реальность? Да, через первичное сознание, да, нашу иллюзорную временную реальность трёхмерную, но всё-таки он её воспринимает. А где идёт искажение? Где происходит подмена? Где им в буквальном смысле слова манипулируют? Если человек этого всего не познает, то раскрыться, а ведь многие этим манипулируют, — это действительно серьёзная тема. Можно её, кстати, раскрыть. Я думаю, нашим друзьям будет интересно. Если человек раскроется до обретения элементарных, ну скажем, пониманий, кто он, и возможностей защищаться, то он будет уязвим. Перед самой системой ещё больше, чем есть. А когда человек осознаёт и понимает, то есть он учится осознать, кто он, а не научившись и не поняв, что ты Личность, кто ты и где ты, находишься в этой всей конструкции, в этой молекулярном наборе, да, скажем так, то человек не сможет и духовно развиваться. От того, что человек будет повторять мантры, от того, что он будет выполнять молитвы, медитации, ну и как бы мы это ни называли, ходить по кругу, стучать в бубен — ничего не изменится. Вот по факту простое элементарное выполнение какой-то обрядности своим сознанием, да, оно может впечатлять, может как-то вот настраивать или возбуждать, скажем так, наше сознание, вызывать эмоции. Ну духовного пути-то ну каким образом оно проведёт? Да никаким. Для того чтобы человек стал духовно свободным, нужно элементарно познать, кто ты — это первое. Познав, кто ты, ты должен познать что? Врага своего, кто и как тобой манипулирует. Но когда человек осознаёт, где действительно он воспринимает, а ведь Личность, она не воспринимает мыслями, какими-то доводами или ещё что-то, потому что сознание мыслит категориями какими — это всегда какие-то доводы. А Личность воспринимает целостно. Причинно-следственные связи для неё — это единый процесс. И вот пока человек не научится и не освободится от вот этих навязанных шаблонов сознания, он духовно, собственно говоря, и не может духовным-то заниматься. Он будет заниматься пародией и иллюзией. Но когда он это умеет и он понимает, где мысли хорошие и положительные, хорошие и положительные мысли не от Личности, ребят. Та же система для того, чтобы Личность не отвергала и не видела, она вынуждена давать и хорошее, и плохое, нужное и ненужное. Ну… Маскируется таким образом. Мы ведь тоже заботимся о своей козе, да? Мы выводим её на травку, мы её чешем, мы её моем, но мы же её и едим. Так и она с нами поступает. То, что мы о ней заботимся, чешем, выводим — это хорошо. А то, что мы отбираем у неё молоко, а потом мясо и шерсть — ну для козы это не очень хорошо, для нас хорошо. Так вот, чтобы не стать козой для системы, человек и должен изучать, как воздействуют на него мысли, на него как Личность. Первое — он понял, что он Личность. Второе — как им манипулирует система и что она вообще есть. Ведь многие этого не понимают и не верят в это, что ну как эта система, какая-то моя мысль, что хочу, то я ворочу. Ну это уже установка козы, скажем так. А когда он понимает, что да, мысли не мои, здесь манипуляция идёт, система нас может стравливать, ссорить и тому подобное, для чего это всё делается, то он может этому противостоять. То есть у него возникает жгучее желание поссориться с другом, он этого не делает. И происходит уже что-то более хорошее, да? Или, скажем так, верёвочка подпиливается на колышки, которым привязали козу, да? То есть ну это элементарные понятия. А обретя определённую степень свободы, когда человек свободно контролирует и понимает врага своего, вот тогда ему не страшны ни кандуки, ни ведьмы, никто, никто не может воздействовать на них. Потому что он знает, что он Личность, он чувствует и знает, что такое Мир Духовный, а остальное для него подконтрольное. Тогда что? Он — безопасность. Но тогда, поняв и осознал, и прочувствовал, он может что делать? Помогать другим, ну скажем так, на уровне… Опять возвращаемся к нашей козочке. Освободившись сам, он может подойти до другой козочки, перегрызть верёвочку и освободить её. И таким образом, глядишь, Гринпис и восторжествует, да? Все животные будут свободны. А ведь большим количеством коз можно и медведя освободить. Шутко, конечно, но это правда. Да, что человек может направить всех этих бесов уже против самой системы. Обязательно, а как же? А в этом и смысл. В этом и смысл — поработить беса. Потому что по факту он является частью системы, конечно, является частью системы, но он живёт за счёт того, что ты его кормишь. Как только человек духовно освобождается, ведь система не забирает сознание обратно, как свою часть. Нет, вот эта вот энергоинформационная структура, она просто, извините, утилизируется, скажем так. Хотя это не нарушает закон сохранения информации, нет. Просто информация перестаёт существовать. Она существует благодаря электричеству, скажем, которое даёт как раз прана человеку. А прана существует благодаря тому, что существует Аллат. Аллат, ну вот здесь понимание. Прана. Прана — это энергия жизни. Аллат — это то, что создаёт и держит весь этот мир, то, что формирует этот мир. Это энергия вообще жизни и существования всего. Аллат — это сила Бога. А вот этим щитом от системы является… Свобода Личности. Свобода Личности. Конечно. Само осознание, что ты свободен, что ты Личность, что ты не сознание, что тело — это временная твоя конструкция, как инструмент. Вот если ты садишься в автомобиль, ты ж не автомобиль. Понимаешь, когда ты заехала в ямку, ну если человек себя сильно ассоциирует с этим, да, он может почувствовать, что ногой ударился. Ну по факту, ну это ж колесо, это ж не твоя нога. Интересно, что ведь в разных религиях как раз-таки рекомендуют и говорят о открытости одного человека другому человеку, о том, что нужно любить другого человека, любить весь мир, любить бабочек, птичек. Вот любите себя. Ну когда любить другого человека, это ещё понятно, но когда любить и бабочек, и птичек, и травки, и всё остальное, вот здесь становится непонятно. Уважать, воспринимать достойно, как мир, который был создан Богом, ну мы можем сохранять его, беречь, ну это понятно. А вот скажи, за что мне любить мухомор? Простой вопрос. Или, скажем, того, кто его ест, ну в частности лося. Кто сталкивался в лесу с лосём, вот глаза в глаза, я сталкивался. И честно скажу, любить мне его было некогда, я бы не успел. Слава Богу, что он меня не успел. Вот и всё, вот правда с жизнью. А всё же это подменяется. А что рассказывается и трактуется? Что всё есть творение Бога. И мухомор творения Бога, извините, и лекарства, и яд, таковыми их делает Доза, да? Мы должны любить и яд, мы должны любить и лекарства. Вот это вот как раз и создаёт сама система эти установки. Она же их пропагандирует для людей, которые ищут Мир Духовный, как к нему прийти в поисках. И она же создаёт эти установки ещё как преграды для тех, кого она полностью контролирует. Вот простой пример. Достаточно заговорить со многими людьми о Духовном, как у них возникает что? Резкое отторжение. Сразу то, что вы нас учите и тому подобное. Я знаю, как жить. А вопрос простой, а для чего человек в этом мире? Для того, чтобы просто вот жить как обезьянка или как другое животное. Просто отжить, отбыть, размножиться и уйти. Разве для этого создан этот мир? Разве для этого создан человек? Вот религии в некотором смысле, они правы. Этот мир создан для человека, но он же и усложнён для самого человека. Опять-таки, возвращаясь к древним религиям, да, мы с чем сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что люди сами попросили тело, сложный мир и сложный путь. Для чего? Когда они приходят как зрелое существо, они становятся равноправными, да? Они не приходят в детский садик Мира Духовного, им не надо тратить время, они становятся равноправными. Ну вот теперь… Чем опасна такая открытость людей перед системой? Ну, когда человек от души начинает раскрываться перед всем и вся, скажем так, приведу простой пример. Мы для системы корм, или того, кого называют дьяволом, он проживает или она, система, проживает нашу жизнь за нас. Мы отдаём себя вместо своего духовного спасения и обретения Жизни Вечной, мы длительно пролонгируем существование самой системы таким образом. Если мы переведём это в ассоциативный пример, то давайте представим, что наша коза, она у нас сегодня героиня, как я понял, она подходит, мы валяемся на диване, ничего не делаем, она залазит на тумбочку, начинает лапками сдавливать свои молокосодержащие органы и просто нам в рот вот это вот посылает молоко. Мы даже не шевелимся, да? Ну здорово же? Вот она аналогия такая, по-другому не скажешь. Так и мы, получается, кормим систему, ну ей даже уже напрягаться не надо, дала установки. И мы являемся козой, которая сама дуется нам прямо в рот. Только мы дуемся прямо в рот самой системе. И в это время мы не живём. И пока мы есть не что иное, как корм для системы, мы жить и не будем. Тоже Игорь Михайлович часто рекомендует о том, что человек должен пребывать в состоянии осознанности. Вроде как состояние такое хорошее, но что говорят? Что такое осознанность? Что ты вот фраж на своём шаге… …должен осознавать, как ты ступаешь в шаг, как ты вдыхаешь, выдыхаешь… А кто об этом говорит? Люди далёкие от действительно практических пониманий, что такое духовность вообще и как её достичь. И всё отводится к чему? К дисциплине ума, к осознанию всех действий, которые бы ты ни делал. Ведь по факту о чём говорилось и о чём говорится, и о чём говорили все пророки. Смотри, что и на что тебя толкает дьявол. Смотри, где ангелы в твоей голове, а где демоны. И вот выбирай, кого слушать. С кем поведёшься, того, говорит, и наберёшься, или тем и станешь. Разве не так? Так. А что трактуют эти граждане? Система подсказывает людям, что ощутить состояние вот этого глубочайшего доверия они могут лишь тогда, когда они будут находиться в осознанном состоянии здесь и сейчас. А следовательно, система предлагает им наблюдать за тем, как они делают вдох-выдох, что вдох и выдох — это маленькое рождение и маленькая смерть. И познав и осознав это, ты… Ну это всё равно, как мы говорили, контролировать каждый свой шаг, да? Угу. Ну есть, да, некоторые учителя, скажем так, но точно не от Мира Духовного, которые как раз и утверждают, что вдох — это есть микророждение, а выдох — это есть вот микросмерть. То есть и человек постоянно рождается и умирает. Это как мерцание такое, которое происходит в самом человеке, жизни и смерти. Как бы находится он на грани. Ну что могу сказать? Ну философия, которая в действительности запутывает людей. Взаимоотношение Мира Духовного с человеком как Личностью, оно, ребята, очень просто и открыто. Всё очень просто. Нет никаких сложностей, нет никаких, ну таких вот сложных задач. Не надо тебе бежать в горы, особенно если человек старый, да, больной, ему надо лезть на вершину горы, чтоб там голому в мороз сидеть в медитации и сушить на себе мокрые простыни, иначе по-другому он не спасётся. Ну это же бред. Так же самое и все вот эти вот контроли вдохов-выдохов. Не, ну в дыхательной гимнастике — это хорошо. Для здоровья может быть, если они правильные. Но к духовному спасению не имеет никакого отношения. Что якобы, находясь вот в этом состоянии, как они даже здесь и сейчас… Виват уму, виват сознанию. Дисциплина ума, контроль каждого вдоха твоего тела, ибо ты есть не что иное, как тело. Это прямая привязка к сознанию, к телу. И кем ты становишься? Буквально кормом. Разве этот человек может достичь духовного? Нет. Если осознает всю глупость совершаемых ошибок и поймёт, что духовный мир — это не трёхмерный мир. И как бы ты ни дисциплинировал, и как бы ты ни смотрел, с какой ноги и куда ты становишься, это не имеет никакого отношения к твоему духовному развитию. Этот мир сам по себе, мы вынуждены в нём пребывать. И это садик. Но в этом садике мы должны познать что? Знание. Приведу простой пример. Ребёнок приходит в садик, и что он делает там? Развивается. Да, он развивает сознание. Но аналогию мы даём для понимания. Он приходит в садик. Разве… Что такое садик? Это помещение, это кроватки, это игровые, это педагоги, да, воспитатели. Но садик — это разве цифры, это разве буквы, это разве чтение, писание или ещё что-то? Нет. Но оно там есть. А в какой форме оно есть? Практическое уже. Да. Ребёнок приходит, и он что делает? Развивается, он познаёт. Ну я думаю, это простая вот аналогия. Так же и мир этот весь. Мы сюда приходим, и мы здесь познаём что? В этой тьме мы познаём, что такое свет. Почему? Потому что он… чем темней, тем даже тусклый свет становится ярче. Правильно? Да. Люди чувствуют, что ведь эти подмены, что вот эти заблуждения… И вот ты ответила на главный вопрос. Люди чувствуют. И первое, чему должен научиться человек, — это отличать иллюзию ощущений, навязанных мыслей от внутренних, глубинных чувств. Чему он должен научиться? Любить. А Любовь — это что? Истинная Любовь — это счастье. Он должен обрести счастье. А счастье — это что? Это Жизнь. И вот эти три составляющие, скажем так… Ну не три составляющие, одно и то же всё, но они не раздельны. Любовь, счастье, которое всё вместе даёт Жизнь. И Жизнь не может быть ни без Любви, ни без счастья. Если у человека внутри нет счастья, нет Любви к Миру Божьему, и если он не испытывает его обратную, скажем так, составляющую, то когда Мир Духовный любит, то человек не живёт. Всё остальное — это глупость и бессмыслица. Вот это понимание где-то же есть исконное того, каким представителем является на Земле человек? Ну давай опять-таки вернёмся к тому, что человек дуален. Раз человек дуален, то в нём есть и часть Мира Духовного, и часть Мира Материального. Мы уже говорили об этом сегодня. Так вот, Душа — это и есть не что иное, как представительство, ну назовём так, атмосферы Мира Духовного. Что значит атмосфера? Вот мы тоже живём в этом мире, где мы являемся частью Воздуха, нет, но мы им дышим. Значит, Воздух есть и в нас, и вокруг нас. И вот Душа — это как раз, ну возьмём вот этот фрагмент, как его назвать-то, территории Воздуха, который вкраплён в этот Мир с Мира Духовного. Но он находится опять-таки не в материальном плане, а в энергетическом, духовном, да? Ну уже есть вкрапления Мир Материального. Благодаря этому зарождается здесь что? Личность. То есть Личность — это кто? Это мы и есть. И поняв эту суть и приблизившись, мы можем войти в это пространство. Потому что Душа есть не что иное, как часть пространства Мира Духовного. Но оно не имеет возможности жить или осмысливать, или ещё что-то. И вот многие вот спасаем Душу. Мы уже сколько раз говорили об этом. А что такое Душа? Душа, по факту, это дверь. Она всегда открыта, но мы усердно её всегда закрываем, да, перед собой. И вот достаточно человеку лишь взойти в неё, и там уже мир другой, совершенно другой. Он вечный и бесконечный. Но человек не может зайти ни со своим сознанием, и ни своим телом. В Душу он не войдёт. А сознание даже, когда человек становится субличностью, и опять-таки мы находим массу подтверждений этому, и вернёмся опять к древним религиям. Вот часто упоминаю сегодня за древние религии. Ну это правда, друзья мои. Все современные религии строились на основе древних учений. И об этом говорили и пророки, рассказывали. Ну правда, но приходилось и ассоциативно рассказывать, пояснять элементарные вещи. Мы же сегодня тоже вот целый вечер вот с Татьяной вот беседуем о Казе, проводя параллель. Вы же когда-то говорили, что как важно, чтобы люди, ну можно сказать, создали вот это посольство Божье на этой земле, что это тогда присоединиться. Так Душа — это и есть представитель Мира Духовного. А человек, он ещё не может являться. Что такое человек? Человек — это цельная составляющая, это Личность и Душа в едином составляющем. Вот тогда это, извините, уже представитель Мира Духовного, когда он находится ещё здесь, и он есть посол Мира Духовного уже. Он здесь, он в этом Миру, он в этом теле, он с этим сознанием, но он уже является частью Мира Духовного. Кто он? Посол. И вот посольство Божье, да, вот есть религиозное течение, так называется. Вот в моём понимании посольство Божье — это объединение вот таких вот ангелочков, которые ещё находятся здесь. Ну можно назвать и посольство Божье. Разве это плохо? Это замечательно. Слушай, Игорь Михайлович, относительно такого духовного пути становления людей возникают вопросы, как избавиться от мыслей о своём превосходстве над другими? Именно. Если человек возносит себя на гордыне, да нельзя, то он самообманывается. Получается, развитие внутри иллюзии приводит его в топе болотный, из которых он никогда не выперется, то есть в смерть, больше никуда не приведёт. Игорь Михайлович, да. Если человек себя унижает, и вот здесь что значит унижает себя? Возвысить и унизить мы можем лишь своё сознание. Когда мы принижаем значимость сознания перед чувственным миром, то по-любому мы возвысимся. Ну в данном случае мы возвысимся, можно сказать, не возвысимся, как в плане авторитета или ещё чего-то, а, я бы выразил так, «вознесёмся». Ну в таком плане. Тогда и вознесены будете. Насколько система выстраивает вот эту дистанцию между человеком и Богом, да. И Богом, конечно. Оно же делает всё. Почему? Вот я же только вот поднимал вопрос, что система делает всё, чтоб человек не пришёл к Миру Духовному. Невыгодно. Опять-таки наш пример на той же Казе, да, когда она пыталась заниматься медитативными практиками или совершать молитвенные обряды на камнях, вместо того, чтобы щипать травку и накапливать молоко для нас. Ну нам будет выгодно, если Коза наша в религии ударится. Вот, ребят, поэтому ваше сознание и так противится, чтобы вы, не дай Бог, не стали на путь духовный. Вспоминайте иногда, когда оно выпрыкивает против Бога. Это же когда делили, что когда человек идёт на правильном пути, то сознание пытается его, получается, унижать, да, постоянно? Обязательно, конечно. Как только человек начинает получать первый опыт, и с этим наши друзья многие сталкиваются, и мы часто слышим эти вопросы, почему так происходит, человек начинает получать первый чувственный опыт, у него действительно зарождается Любовь, он начинает чувствовать это счастье, соприкосновение, и здесь идёт что? Атака от сознания, которое начинает рассказывать о том, что у тебя никогда ничего не получится, ты ничего не можешь, и всё это твои галлюцинации. Только она не говорит, что это галлюцинации, я тебе диктую, а что на самом деле этого ничего нет, ты недостоин, и ты никогда ничего не сможешь. Ну, ребят, когда такое сознание рассказывает, значит, оно тратит силы на вас. Когда приходят мысли не по вашему желанию, не по вашему заказу, значит, на вас тратятся. А раз на вас тратятся, значит, вы чего-то стоите. значит, уже правильным путём идёшь. Правильно? А сознание, как хозяин, будет всегда беречь что? Свой корм, свою козу. Это тоже не надо забывать. То, что люди делятся, что когда идут по духовному пути, то сталкиваются с некими, скажем, спецэффектами от сознания, с некими иллюзиями, да, то, что приближаются, отдаляются объекты, становятся ярче, тусклее, и спрашивают, это сбой системы или это то, на что не стоит обращать внимание? Вообще не стоит обращать внимание. Ребят, ни на что не стоит обращать внимание. Да, проявляются различные эффекты. Вот некоторые рассказывают, говорят, «смотрю на птиц, они летели и остановились». Вот реально, человек в нормальном состоянии, всё, он способен воспринимать этот мир, только мир останавливается. Вот как в фильме, знаешь, который остановился. Люди вокруг останавливаются, всё замирает, вот такое вот явление. Ребят, если только человек начнёт обращать на вот эти вот сбои, скажем так, или на вот эти проявления своё внимание, они не всегда, они у всех, но бывают. Как только он начнёт вкладывать туда силу своего внимания, то там он и останется. Никогда он не дойдёт до духовного спасения своего. Или, скажем так, освобождения, правильно. Он останется на уровне экстрасенсорики и всех этих спецэффектов от системы. Да, иногда человек на всплеске может делать сбой в своём частном пространстве. Тогда он выпадает просто из всей этой мишуры, всей этой игры, и он может видеть… И вот многие это отмечают, что он смотрит на жизнь, как на фильм. То есть вот наступает мгновение у человека, особенно после духовных практик, осознаний, соприкосновения вот с духовным посылом, с каким-то от кого-то хорошим, когда человек это воспринимает, в нём происходит вот этот огонь Любви, радости, счастья. И вот тогда сознание даёт сбой. Ну и стоит ли обращать внимание на этот сбой, правильно, на всю эту мишуру? Какие бы интересные эффекты метафизические ни происходили, они, ребят, не стоят того, чтобы вы утрачивали жизнь. Жизнь прекрасна. Хотелось бы дальше тоже продолжить разобраться вот в этих подменах от системы. В частности, когда люди задаются вопросом, это уже в восточной такой традиции, каким образом избавиться от своей кармы, от своей плохой судьбы, то… Мы как-то разбирали, что такое карма и как работают предсказатели, да? Если человек живёт, ничего не меняя, то можно рассказать о его жизни всё. Оно прописано, как книга. Если ты знаешь символы, которыми написана данная книга, и умеешь её читать, то очень легко сказать, что ждёт человека завтра, через год и всё остальное. Это касается не только судьбы человека, это касается судьбы и человечества, страны, любой единицы. Но как только человек начинает Жить духовно, когда для него свобода гораздо больше, и что такое свобода? Свобода — это как раз выход из этой всей системы, то невозможно у человека не предсказать его дальнейшее, не предугадать, что будет через минуту. И система даёт забой, потому что она прописала ему сценарий, на какой лужок она его выведет, как козу сегодня, на какую отведёт завтра. А здесь коза исчезает. И всё. И человек становится свободным, и он сам может формировать свою судьбу. А карма — это карма, вот как её называют, типа неизбежность. Ребята, нет неизбежности. Неизбежность лишь тогда, когда вы, как вот оказа у хозяина, и то мы приводили пример, что даже она сбежать может, а уж человек тем более. Ты так начали интересно отвечать на вопрос, и тоже всплыл ещё один вопрос, немножко такой параллельный. Люди задают следующее. А связаны ли как-то вот эти вот процессы, которые происходят сейчас в обществе, те процессы, которые происходят с климатом, с выходом Земли, с выходом планеты в новое измерение, на новую частоту? Ну я слышал такое, мне тоже задавали эти вопросы, что мы переходим в другое измерение, меняется вибрация всех нас, и мы станем другими. Вопрос, какими другими? Конечно, нет, ребят. Это цикл, это неизбежность. Ну да, много параллельных Вселенных. Никто этого не отрицает. Это есть. Есть и другие измерения. Но одно дело — циклы, а другое дело — переход всего человечества, скажем там, другое измерение. Ну вот возвращаясь тоже вот к вопросу вот этой кармы, что рекомендует, да, вот в этой восточной традиции? Рекомендует, что, безусловно, ты должен там соблюдать определённый пост, избавиться от плохих привычек, но самое главное, что ты не можешь постичь этого состояния без определённой мантры, которую должен дать тебе учитель. И опять мы выпираемся куда? Мы выпираемся, что гуру должен тебя научить, но прежде чем он тебя чему-то научит, ты должен побыть для него козой, да, которая за него всё делает, кормит его, обывает, стирает, моет. В общем, рабство такое. Ты должен отдать себя в рабство какому-нибудь старикашке. Хорошо, если старикашка, а то и… В общем, не важно. Ты должен служить человеку и надеяться на то, что у тебя что-нибудь отломится. Ну каждый развлекается как хочет и тратит свою жизнь куда хочет. В этом и величаем Бога, в том, что Он дал человеку полную свободу и выбор. И каждый заблуждается в этой жизни в меру своих сил и возможностей и желаний тоже. Игорь Михайлович, а нужны ли учителя на духовном пути? В некотором смысле да, но не учителя. Учителя, понимаешь, учитель один, он на небесах. Тот, который передаёт Знания сюда, но он же учителей не посылает. Разве не так? А когда люди становятся учителями, значит, они хотят перебрать на себя что? Функцию Бога в том, в делах, которые касаются духовных аспектов. Ведь такое понятие, как «духовные наставники» и ещё что-то, это создание авторитетов, это то, что необходимо в самой системе для того, чтобы просто отвести человека, вести в него сомнения, поработить. Ну, в общем, такая форма. И вот ученик вот такой, который ухаживает за вот этим гуру в надежде, что он ему даст когда-нибудь мантру какую-нибудь, которая даст ему спасение, на самом деле вот ходит, преклоняется перед ним, обслуживает все его желания и надеется, что когда-нибудь он тоже станет учителем. «Преемственность». По факту, не больше. А на самом деле вот тот гуру, он в конечном счёте понимает, что мантры — это всего лишь набор слов. Это пустое бормотание, бессмысленное. И как бы ты их не выстраивал и что бы ты с ними ни делал, магической силой они не обладают. Магической силой обладает что у нас? Галат. Да. Можно что-то влиять. Или же огромная концентрация жизненной энергии праны, которая приложена на определённую точку пространства и времени для образования чего-то, того, что тебе по факту и семь лет не нужно. В этом смысл. Но помощники и попутчики не помешают. И вот почему мы опять возвращаемся, да, даже вот трик уходить не будем. Давай вот возьмём, что ислам, что христианство. Вот пророк последний был. Ведь тоже он заповедовал людям собираться и вместе заниматься. О чём говорил Иса, который тоже принёс сюда Знания. И он дал их людям чистым. И вот первые христиане взять, да, которые вместе собирались и обсуждали. Почему? Потому что опыт. Опыт, когда один человек понимает одно, другой — другое. И вот вместе собирая вот этот опыт, люди гораздо быстрее освобождались. Опять-таки, если мы возьмём тот же катарсис, да, который шёл у людей, почему они… они ведь не рассказывали о глупостях, как сейчас винин, невинин, когда идёт на причастие или перед причастием, отпущение грехов. Человека обвиняют во всём, чего он никогда в жизни не делал, но он должен говорить «да, виноват» и тому подобное. А там в действительности шла работа, там как раз и шло обличение самого сатаны. В чём смысл этого всего был? Потому что люди рассказывали о тех мыслях, которые заходят, о тех шаблонах и манипулятивных схемах самой системы. И как Личность они становились свободнее. Почему? Потому что, зная опыт других, видя в себе, они понимали, что нужно делать. На первичных шагах это крайне важно. Ну это же опять-таки, разве это учителя-наставники или авторитеты? Нет. Это друзья, товарищи, это те, кто на шаг впереди, за которым можно идти по его тропе, понимая, что это не Сусанин, в болото он тебя не заведёт. Ну вот это замечание. Ну извини, сколько было лжи учителей, которые создавали на этом себе и имя, и целые религии, и течения, и всё что угодно, и вели людей вот как раз вместо Мира Духовного в болота. Почему? Потому что в угоду своей жадности, ненасытности, гордыне использовали как раз жажду человеческой духовной свободе, а заводили их в тупике. Игорь Михайлович, были вопросы у людей относительно катарсиса, что они понимают, что есть, за мыслью следует слово, а за словом следует действие. И вот переживают озвучивать вообще что-либо плохое, якобы боясь, что вложив внимание в озвучивание вот этой ситуации или поделившись ей с другими, что следующим этапом будет некое негативное действие. А вот как раз негативное действие — это и есть сокрытие. Сокрытие от тех шаблонов, которым… или тех мыслей, которые навязываются человеку как Личности от сознания, когда идёт процесс чего, как ты сказала, катарсис. Когда группа людей занимается, не имеет значения, какая бы религия ни была или ещё что-то, это естественно то, что люди должны делать. Они должны обличать сатану. А что такое обличение сатаны? Это и есть катарсис. Это его уловки, как оно действует. Это… об этом люди должны говорить. Потому что эта система всё течёт, всё меняется. И когда выходят жрецы, начинают рассказывать, вот катарсис — это самое освобождение, это обличение сатаны. Обличение сатаны я вам сейчас расскажу. И он рассказывает людям, а люди молча покивали и пошли домой со своими чертями. Разве это правильно? Нет, неправильно. Не он их освобождает, он никто. Говорит, он заслуживает «Боги нашей религии», огромные мы имеем право. Какое имеет право человек, который пришёл в организацию, извините, это общественная организация, как и любая другая, да, но испокон веков такая была, или там культ жреческий. Какая разница? Это организация людей, обычных людей. Хорошо, если они стремятся действительно к духовному, а чаще всего к чему? К учительству и диктатуре. Правильно? То есть ничего не делать и сидеть на шее у народа. Я не всех обвиняю, я просто говорю, что были раньше такие жрецы. Ну были же? Были, да. Так вот, смысл как раз и заключается в том, что когда люди собираются для духовной совместной работы, они должны по-настоящему обличать сатану. И люди должны понимать, если человек что-то рассказывает о том, что приходит ему в голову в помыслах его, это как раз есть и то, что ему шепчут, и на что его подталкивают демоны. Если он это понимает, что это не его, но ему навязывается, что угодно, обман, злость, ненависть, иллюзия любви к кому-то или ещё что-то, желание обладать кем-то или чем-то, человек открыто об этом может говорить. И когда другие люди понимают его и понимают, что как оно навязывается, при каких обстоятельствах, что за чем следует и что может прийти, то это как раз укрепляет их защиту, их щит. И он становится прочнее, сильнее, потому что в следующий раз, когда к человеку приходит подобная мысль, он знает, какая придёт следующая и что на самом деле от него хочет. И человек уже понимает целостно, как Личность, понимает причину следственной связи. Мысль пришла как причина у кого-то что-то украсть или кого-то обидеть, на кого-то разозлиться или кого-то захотеть. И он понимает последствия, которые будут. И он уже не ждёт следствия, а просто отходит от этой мысли и перенаправляет силу своего внимания в созидательное русло мысли и заставляет сатану служить Богу. И вот это правильно, вот это святое. А когда люди боятся рот открытия, говорят, что вот, если я озвучу, то слово обретёт силу и оно сдвинет горы, ну если его слово двигает горы, то мы имеем честь быть знакомы с кем? С властелином миров. Князем мира. Князем мира сего. Как минимум, а то и самим Богом. Ну таким, сжатым до единицы, да? Человек хочет как-то приравнять себя, да, к Божественному, Разве человек не ставит себя на позицию Бога? Что сознание рассказывает? Очень многим сознание рассказывает, что ты Бог или ты сатана и кидает от дьявола к Богу. Хорошо там, а в демона, от ангелов? Нет, ничего. Многие же вообще… Да, да, да. Мы как-то упоминали, встречались с ними и такие граждане, которые и Богородицу из плена дьявола спасали, и самого Христа, и Богу помогали, ибо Бог слабый. Есть такие течения религиозные, и всё, люди же верят в это. И вот они сидят, пыжатся, молитвы читают, там свечки жгут, всякую обрядность совершают, дабы помочь Богу, ибо Бог не может справиться. Извините, Глеб, вот здесь вот у меня возникает вопрос к ним. А неужели они сами верят в то, что они совершают какую-то обрядность, бубнение каких-то слов, это как-то усилит позицию Бога перед дьяволом? Ну даже вот в их понимании, что Бог и дьявол, это же как бы они даже почти равны в них понимании, даже Бог слабее, раз их помощь нужна. Это знаешь, что мне напоминает? Извините, надеюсь, нас люди взрослые смотрят. Вот представьте, я проведу простой пример. Едет мужик, здоровый такой, да, сильный, застряла машина, вышел, ну никого нету, никто помочь не может, подёргал-подёргал, не может машину понять, а ему ехать надо. И он обращается к миллионам своих сперматозоидов, говорит, «Ребят, ну помогите!» И те начинают усердно помогать ему, напрягаться, и он выталкивает машину. Ну извините, но это правда. Ну бред. И люди в это верят. И люди тратят свою жизнь на иллюзии от ума. И вот почему я и говорю, что первое, что нужно человеку развивать, это щит, это познавать, как работает система, чтобы вот такие учителя, а учат кто к этому, как раз и есть учителя, спасители всего и вся. Человечество, да. Конечно. В первую очередь защиту от всякой глупости, лжи и всяких непонимания. И вот их же система разводит, она их поддерживает активно, потому что подталкивает людей на это, на соблазны, которые они рассказывают, на гордости играют людей. И люди вот толпами идут во всякие такие глупые организации. а потом сама же другим и рассказывают, «Смотри, какая глупость». И ты что, веришь в эту глупость? И тут же начинают в людях, скажем так, и сомнения сеять, и отторжение всего духовного и приводят, к примеру, такие глупости и не разделяют, где действительно святое, а где лживая фигура от сатаны. Так работает система. Но как раз человек и должен быть свободным и слушать сердцем своим о нём. тоже интересный, один из таких моментов сейчас всплыл тоже, когда, говоря о некой гордыне человеческой, часто используют слово сотворец, сотворчество, что называется сотворцы. Ага, сотворцы, да? Ну такое, да. Бог же ж, нас же сотворил, Он направил сюда и наделил нас частью своей божественности. А Бог что? Бог творец. И вот если мы будем Ему помогать в Его творчестве, значит, будет всё хорошо, да? Молодцы. Теперь я понимаю, почему Пикассо так рисовал. Очевидно, его сотворцы, вернёмся к примеру, с машиной, которая помогла машину вытопнуть, вот эти же сотворцы помогали и Пикассо. Один рисовал там глаз, а другой, в другом кольце. Холста рисовал нос. Ну они же помогали каждому своему углу, а рисовали-то что? Ну так и картины. А другие цены установили на это. А человек просто совместно с Богом хочет быть с Творцом, вот эта потребность именно быть. Понимаешь, это всё истолковывается наизнанку. Вот давай глянем, непредвзято и просто. Что такое человек? Человек, который здесь находится, ещё раз говорю. Это всё равно, мы вернёмся, раз мы уже задели эту тему, Личность — это не что иное, можно это сравнить со сперматозоидом, а душу можно сравнить с яйцеклеткой. Пока не произойдёт слияние, не получится человек. Вот когда он получается, человек, в понимании, как ангел, как часть мира духовного, вот тогда он становится сотворцом, потому что он является частью мира духовного. С одной стороны, это же правильно, но когда, извини меня, вот такие помощники, как вот этому художнику или водителю, который застрял, ну какой толк от этих помощников, как они ему могут помочь? Гребят, ну чуть повзросли. А многие же верят в эту глупость. Сидят, тратят время, силы, медитируют, молитвы читают, помогают. Одни спасают Иисуса Христа из пленного дьявола вместе с Марией, Богу помогают, потому что Он славн, да, а другие помогают Ему сотворять мир. Знаешь, кому они служат такие? Сатане. И помогают, что делать? Ложь сеять, глупость творить. То есть они есть не что иное, как шеф-повара на кухне самого сатаны. И чужие жизни вот эти учителя и наставники, будучи поварами и официантами, преподносят на блюдах своему Богу. Только Бог у них не тот. Их Бог сатана, если говорить языком ремей. Почему люди не помнят прошлой жизни? Вот здесь вопрос. Да, все говорят о реинкарнации. Реинкарнации кого? Души. Разве реинкарнации Личности? Нет. Но бывают случаи, когда есть проблески реинкарнации. Это доказывает, что реинкарнацию Души, но не человек. Я имею в виду проблески, когда субличность начинает доминировать, вытесняет Личность, да, и она начинает диктовать. Получается простой механизм. Давай разберём его. Это тоже интересно. Когда человек попадает в ад после смерти, не заслужил рая, или говоря проще, он становится субличностью, то есть у него нет ручек, ножек, но он продолжает жить со своими эмоциями совсем на свете. Практически для него меняется только то, что он начинает понимать всё то, о чём мы с тобой и говорим о мировостройстве и как оно есть на самом деле. Только сделать уже ничего нельзя. Почему? Потому что у него нет ни ручек, ни ножек, ни возможности. Это не значит, что ручки играют роль для чего-то. Возможности нет. Он стал субличностью, всего лишь плёнкой на этом пузыре из Вечности. Но здесь-то у него и есть понимание, и он-то продолжает жить. Сознание живёт. У него души нет, он находится на душе, но он не является уже как составляющей, частью, да? И Личность уже, она практически, она, скажем так, бесперспективна уже. Но сознание существует благодаря Личности, так как отражение уже всё равно идёт, Личность поддерживается, сознание поддерживается, и человек сливается, как Личность, подчёркиваю, сливается с кем? Сознанием. Он трансформируется уже в мёртвое существо и может существовать так очень много лет. Но, извините, тот носитель, который приходит с Мира Духовного, он продолжает реинкарнацию. И этих субличностей очень много. И что мы видим в истории? Мы видим в истории очень много случаев, когда люди вспоминают прошлое, начинают рассказывать и тому подобное. Почему? Потому что как раз происходит подмена. Ну подмена идёт больше на первичном, на уровне первичного сознания субличности, чем Личность. Личность, она же остаётся активна, но она просто вытесняется из жизни. И вот как раз происходит вот такая подмена субличности. В какое-то время она может ещё быть активной и вполне осознавать, кто он и что он. Но человек опирается на свой жизненный опыт, на жизненный, скажем так, на тот же уклад, которым он жил, и он может рассказать до мелочей. Это действительно факты, которые подтверждаются и научно. А в некоторых бывают таких субличностей очень много. Ну, мы как-то приводили примеры, когда в одном человеке и масса таких субличностей время от времени они активируются, да, проявляются. Поэтому я бы не сказал, что человек не помнит. Помнит. Если мы берём его как субличность, составляющую, просто когда перерождается Душа, появляется новая Личность. И это шанс для новой Личности стать Ангелом и шанс для субличности обрести покой. Потому что нет сна для субличности, и для них вечная эмоция в Жизнь. Ну, тяжёлое существование. Это опять не пугаловка, это правда. Мы уже много как-то говорили по поводу того, что если человек вот впадает при инсультах, при травмах в такое состояние, когда он не чувствует тело, но продолжает слышать, воспринимать картинку, но не может отреагировать ни одной мышце. Он как замкнут, арестован в своём теле. А сознание активно. Всё помнит, слышит людей, видит людей, но не может отреагировать ничем и никак, как бы утрачивает контакт. Вот это вот и есть, где-то схожее состояние субличности. Ну... интересно, потому что очень удивительно. Поговорить с ними для желающих и поймёте, что это такое. Вот, кстати, там многое подтверждается. Даже в научном путём, если идти, то подтвердить наличие субличности очень легко. просто глядя на то, как трактуют те же гуру, да, вот, вот это вот отсутствие памяти прошлых реинкарнаций, ты понимаешь, к чему всё-таки подталкивает система. Ведь они говорят о том, что ты забываешь кем-то и какую роль ты играл в прошлом фильме, там, роль вождя, учителя, либо романтика, что... Опять мозги подреб. ...заново наслаждение испытать ты можешь. Вот такая вот удивительная возможность предоставляется якою тебе. И кувыркаешься ты, говорит, из жизни в жизнь, говорит, из рыбы в кролика, из кролика в человека и обратно. Нет, ребята. Человек — это не кролик, не рыба. И человеку дана одна жизнь. У Личности одна попытка. Поэтому стратить нельзя. Потому что на кому самая большая ставка в жизни? Игорь Михайлович, очень много людей, которые идут по духовному пути и которые сталкиваются с различными и подменами сознания и вот тоже присылают нам вопросы. Один из таких вопросов — это почему существует вот такой эффект, когда во время духовной практики он чувствует то некие подъёмы, то некие опустошения, да, то есть почему они такие разные от этих практик? И опять человек путает это не духовная практика, это медитативная практика. То есть это медитация, это работа сознанием, сознанием. Ребята, духовная практика — это работа без сознания, это работа Личности, вас как Личности, когда вы чётко себя идентифицируете, кто вы и что вы. И эта работа направлена на усиление связи с Миром Духовным. Сознанию там делать нечего, а все подъёмы, падения, все галлюцинации, они остаются в медитативных практиках. Это, знаете, вот как есть глубокие молитвы, да, они в разных велигиях есть, и человек, читая их, доводит до того, что вокруг него начинают черти бегать. То есть, ну это же опять работа сознания. Человек настроен, он уже сосредоточен, что у него идёт серьёзная такая молитва, которая заставляет бесов беситься. Ожидает. И тараторя, повторяя слова, он вкладывает силу своего внимания куда? В систему. И чем больше он вкладывает, тем с барского стола больше ему падает желаемого. То есть, дьявол, когда опирует, он человек шочет, ему надо простимулировать человека, он посылает галлюцинации. Ожидает сопротивление от системы и, естественно, он получает то, что вкладывает туда свое внимание. Ну естественно, чего хочет, чего желает, то и получает. Все же просто. За что платит деньги, то и получает. Деньги, как мы уже говорили в прошлых передачах, это эквивалент нашего внимания. Если хочешь купить галлюцинации, ты их купишь. Вот это понятие, оно и родилось в Древнем Египте. Это ж, ну, скажем так, шумеры все переделали. Вначале у них не было понятия денег, а потом же ж появилась как расчётная единица и дальше больше. И вот в Древнем Египте что мы видим? Человеку, чтобы попасть в рай, надо что сделать? заплатить. Да, купить вот это, смотря на какое место хватит, да. Ну, всё зависит от, да, финансового состояния. Всё перевернули. Да. И в то же время у них были знания и понятия были, что такое АЛЛАТРА, Сила, Любовь Божия. У них было понятие более древних религий. И вот это вот всё перемешивалось, искажалось сознанием и превращалось в то, что, ну причём коррупция развелась, видно, знаешь, как она, ну всё-таки МХТ прав был, что подразогнал жрицу, ну люди, под диктовку сознания. Главный коррупционер кто? Система. Тоже такой вопрос, если… Зерки берёт даже за то, чтобы… Допустим. Пообещать то, чего дать не может даже. Ну а как же, конечно. Скажем так. Тоже задаёт вопрос, а вот зависит ли напрямую духовная практика, глубина этой духовной практики от того, каким образом ты провёл свой день, в каком состоянии ты находился вне? От чего вообще зависит глубина духовной практики? Ну скажем так, опять-таки, если человек в течение дня, он забывает напрочь, кто он и что он, живёт среднестатистически, заботами земными, вкладывает всё своё внимание, ничего не чувствует, не видит, у него получится вообще духовная практика в конце дня? Медитация — да. Какая-то мантра — да. А духовная практика — нет. Почему? Человек вкладывает и живёт земным. То есть, если он целый день мёртвый, а вечером он хочет пять минут побыть живым, ну или час, какая разница, да никогда такого не бывает. Для того, чтобы действительно у человека получалась духовная практика в своём ключе, он должен весь день пребывать где? В Духе, с Духом, да? То есть он должен хотя бы 80% своего внимания всегда давать на вот эту внутреннюю Божественную связь с Миром Духовным, на ту Любовь, на ту радость, на то счастье. Он не должен утрачивать это внутрить себя, а вот в практике он должен это усиливать, ещё больше, отметая всё напрочь. Даже вот эти 10%, 20%, которые он уделял на существование в этом Миру для обслуживания своего тела, для того, чтобы с людьми что-то делать, работа, жизнь, быт, родственники. И вот эта, скажем, часть внимания, которая давалась, и она должна отправляться на это. Вот это и есть духовная практика. Это 100% забрал, сознанию здесь уже места нет. Тогда это духовная практика, потому что выполняется Дух. Разве не так? А когда выполняется, извините, от ума, то это аж не духовная практика, это какая-то антидуховная. Игорь Михайлович, а бывает ли так, что сознание подменяет чувства глубинные? Но опять-таки глубинные чувства — это связь Личности с Миром Духовным. Это то, что происходит внутри серебряной нити, внутри вот этой шлангочки. Помните, мы рассказывали, которую пережимали, водичка, останавливались. Это и есть вот эта водичка, которая перетекает с Мира Духовного Бескрайнего частично в часть своего пространства, то есть в Душ. И от нее течет по этой серебряной нити, как по шлангочке, формирует отражение как Личность, которая способна самоидентифицироваться. То есть так, как она соприкасается с этим миром, происходит самоидентификация. И вот это перетекание, вот это оно и есть, вот это жидкость. А вот здесь не может быть вот в этой водичке никаких материальных вещей. То есть сознание там вообще не может быть. Ну это мир непостижимый, недостижимый для сознания. Другой мир. Ну для понимания, скажем так, некоторых людей, которым интересно, в процессе, в физическом плане, скажем, давайте представим трёхмерный мир и хотя бы его увеличим несколько раз кратно. Да. А существуют ли псевдочувства от сознания какие-то? Псевдо, да, конечно. Ну это больше эмоционально, это восхваление. Оно не очень легко идентифицируется. То есть если человек имеет хотя бы опыт наблюдателя даже от первичного сознания, то он легко понимает, откуда оно идёт. Я уже не говорю, что он понимает или воспринимает себя как Личность вообще, то оно же легко всем дефицируется, когда сознание пытается подменить эту чувственность. Всегда с активной работой сознания, вознесение, принижение и всё остальное. Сплошная манипуляция. Оно же легко отличие. Класс. Ключевое отличие вот это, да, то, что включает. Да, даёт счастье. Оно даёт псевдосчастье. И вот опять-таки, вот что такое счастье человека? Вот кто может сказать так вот? Счастье, ну обычной жизни, да? Счастье шёл, нашёл 100 долларов, а вот счастье. Потратил всё. Нету счастья. Вот говорит, несчастье. Что такое несчастье? Потратил те 100 долларов, которые нашёл. Всегда радость, да, такая. Игорь Михайлович, тоже интересный вопрос задают. В наше время очень многие озадачены темой биометрии и чипизации человека. Ведёт ли это автоматически всех в субличности и как это вообще влияет на духовную составляющую человека? Ну на духовную составляющую никак, а вот на организацию влияет. Почему? Потому что неправильная трактовка того, что написано в угоду себе, а всё это формируется на чём, что будет на челе написано 666 и тому подобное. Мы помним это всё. И вот с этого пошло всё. И память немножко прошлого. Мы когда-то рассказывали за Атлантиду, к чему это привело всё. Ну это же опять-таки частный случай, той цивилизации, причём здесь наше. А вот если рассмотреть в действительности, что это даёт? Простой пример. Ну вот представь, тебе не надо носить никакие документы с собой, вообще никакие, ни права, ничего. У тебя всегда всё с собой. У тебя вся информация о тебе, ну она всегда с собой, ты её потерять не можешь. Ну по-моему, это великолепно и удобно. То есть где бы ты ни был, вся нужная информация при тебе сам ты можешь и как паспорт, и как права, и всё остальное. Едь, иди, ничего не теряешь. И та же банковская карточка, скажем, не надо денег в кармане носить, никакие карточки у тебя никто не укрытит. Потому что у тебя всё с собой. Вот с одной стороны это крайне удобно. Но с другой стороны рассказывают, что это приведёт к чему? Порабощению. Кто поддерживает и раздувает эту волну? Ну давайте здраво глянем к тому, кому невыгодно находиться под постоянным контролем, ну скажем, служб, властей и тому подобное. А кому это невыгодно? Тому, кто живёт честно и открыто. Ну если мне нечего скрывать, мне глубоко наплевать, да? Ну вот так, по-правде, ну чего мне скрывать-то? Я живу так, как я живу. Кому не нравится, не смотрите. Просто-напросто. Законы не нарушаю, мне нечего скрывать. Чего мне бояться? Это чипизация там и всего остального. Для меня это сплошные удобства, больше ничего. Но крайне против стоят те, у кого, извините, доходы не соответствуют, вернее, расходы не соответствуют доходам, тем, которые занимаются какими-то нелегальными, незаконными вещами, те, которые используют поддельные документы или ещё что-то. то, в общем, те, кто живут в тени, вот им это крайне невыгодно. И они вот такую вот волну пускают, что вот там написано, вы узнаете их по надписи и тому подобное. Вот смотрите, это не что иное, как биометрия, это чипизация, это всё остальное. Да ну внимательно прочитайте, что там написано и о чём там говорится. Связывают с последними временами. Ну конечно. И типа, если вот ты примешь такое, как идентификационный номер, да, вот многие же отказывались, это всё, это обличение, ты слуга сатане, и в то же время он служит сатане полным ходом. Почему? Потому что, опять-таки, бесконтрольные действия, непонимание, нет работы над собой ничего, есть поклонение кому-то. Какая разница, где написано твоё имя? Что оно в паспорте написано, что оно написано, извини, в том же чипе? Ну это дремучий лес, да? Нет, не дремучий лес. Если происходит такая волна, значит, кому-то это выгодно. Давай смотреть здраво и свободно. Кому это выгодно? Лишь тому, кто хочет приятелиться в тени, чтобы оставаться незаметным для кого? Для властей, для народа. А кому это выгодно? Тем, кто обворовывает тот же народ, кто ворует, опять-таки, у той же власти, у государств, не у власти, а у государств, скажем так, потому что чаще всего, что вот как раз против этого, те, кто в власти находятся. Ну самое главное… А вообще это удобная форма. Теперь люди знают, что на духовную составляющую человека это не химу, потому что не влияет и на духовную сумму. Ну первый документ, свидетельство о рождении, запись церковной книги, да? Вот раньше был. Это то же самое, абсолютно. Это идентификация человека. Это знакопись, которая наносится, тем же самым, имя его идентифицируется. Ну и какая разница? Вот он ставит номер, сегодня родился там 15. Ну вот 15-й, это и есть твой идентификационный номер, книги, запись, цель. В паспорте номер. Ну ребят, ну как маленькие, честное слово. Ну каждый развлекается, как хочет, и слушает, кого хочет. Но, как правило, больше всех шумит. Совершенно правильно. Кому это выгодно? Игорь Михайлович, он тоже такой, бытует мнение, что контроль пищи — это уже 50% свободы от сознания. Плияет ли питание на контроль сознания? Полезны ли посты, например, индийские, экадаши или христианские посты? А что такое пост? Мы уже разбирали, по этому поводу неоднократно говорили. Пост, прежде всего, это умеет. Человек должен держать сатану в ежовых рукавицах внутри себя. Он должен быть свободный, как Личность, духовно свободный и независим от стремлений и желаний как раз мира материального, самой системы, навязать и поработить ее. И пост — это стопроцентный отказ от подчинения системе, выход. То есть это вот как духовная практика, которая, ну, менее выражена, потому что надо контактировать с миром. Я скажу так, что такое пост? Вот повседневная жизнь, правильно, жизнь человека, идущего на духовном пути. процентов восемьдесят. Ну для начала семьдесят-восемьдесят. А в идеале девяносто процентов от внимания, силы внимания должно уделяться на связь с миром духовным, на любой, которую ты посылаешь к миру духовному, если хочешь получить оттуда же ответ. Правильно? Что такое пост? Это, извини, не девяносто процентов, а девяносто пять. То есть ты урезаешь немножечко как раз корм сатане, не ты не ешь, а сатана не ест. Класс. Вот это и есть пост. Ты его сажаешь на пост. А от того, что ты тело не кормишь, ну извини, никому ни холодно, ни жарко. От того, что съела ты мороженое или не съела, съела ты кусок мяса или не съела, ну раньше понятно, раньше в те дремучие времена, ну сезонность продуктов, ещё что-то, ну где-то может быть из вопросов экономии, опять-таки, может быть даже и полезно поголодать, разгрузиться организму с позиции здоровья. Ну какое это имеет отношение к духовному развитию человека или тем более к духовному освобождению? Да никакого. А вот когда ты как раз в пище обделяешь и урезаешь, скажем так, сатану, вот тут меньше его кормишь. Вот это правильно. Вот это и есть пост. Слушай, такие наблюдения у людей, что когда они сосредотачиваются на неких внутренних духовных процессах, то происходит их абстрагирование от внешнего мира и что якобы есть некое чувство, мнение, что вот люди окружающие проявляют некую агрессию. Спрашивают, что это такое? Это что, я убрал своё внимание и таким образом как бы не кормлю их сознание? Что вот это за спецэффекты? Должны ли они возникать? Да. Скажем так, в момент духовного развития человека, который живёт в определённом устоявшемся сообществе, если человек даже тайно начинает духовно развиваться, то он начинает чувствовать на себе повышенную агрессию со стороны его окружения. Почему? Потому что они чувствуют его. И страх сознания как части системы у других людей, что и эти люди могут заразиться свободой духовной так же, как и этот человек, вызывают у тех людей повышенную агрессию к нему. если спросить у тех людей, которые начинают агрессивничать к нему за что и по что, они не скажут ничего. Даже вот человек становится лучше ж, когда духовно развивается, он менее агрессивен, он спокойнее, он лучше. Даже если он пытается носить маску, чтобы не выделяться, всё равно в нём проблески. Ну, когда душа поёт, как-то, даже в маске злиться, не очень хорошо получается. Мои игры. Но тем не менее, люди это чувствуют и в действительности могут проявлять определённую агрессию против него. Но это защита самой системы. Не всегда, далеко не всегда, но бывает и такое. В зависимости от коллектива, от окружения. Если человек медленно развивается, то этого не будет. Идёт адаптация, система находит, как блокировать остальных, и всё. Как правило, начинает, особенно если человек свободен, он свободен в своём разговоре, он делится с друзьями или сотрудниками, более открыто. Система ставит на нём клеймо, как в головах своих рабов, подчёркиваю, это реально, в головах своих рабов. Коз, как у нас пример сегодня. Доставит штампик такой, что это сектант, как модно говорить, и всё. И те свободны уже. Мол, милей-милей, чтоб он не рассказывал, выхода не трогает. Потому что в то время, вот ещё интересно, он начинает рассказывать, а у них повышается активность умственная. И они обязательно вкладывают своё… Даже вот ради приличия слушают, но если посмотреть на людей, то они начинают быть задёрганы, у них моторика повышается, активность мозга, начинают глазки бегать. Потому что очень высокая активность мозга, они начинают обдумывать всё, что угодно, а из вижливости просто терпят, и стараются его не слышать. Потому что опасность. опасность для системы — потерять свою козу. Ну а здесь уже каждый выбирает, кем быть козой или человеком, это уже дело добровольное. Ещё вопрос. У людей когда-то бы рекомендовали смотреть одну передачу в течение определённого цикла двенадцати раз. Ну было такое, да. Потому что не всегда, скажем, опять-таки, то же сознание позволяет человеку осознать, о чём говорилось, и понять это всё. И вот мы говорили о том, хотя бы пять-семь раз пересмотреть, а не так, как положено двенадцать. Ну так прозвучало там, да. Вопрос задают, а каждый ли день это делать, потому что столкнулись? Мы как раз и говорили, лучше всё-таки на третий день, ну или раз в недельку, как получается. Но на третий день это самое вот удобное. Но желательно выбирать одно и то же время суток. Ну это если получается, опять-таки, и есть желание. Ну поразительно то, что если люди вот так поступают, а некоторые поступают, то они будут находить в этой передаче то, что они слышали при предыдущих просмотрах. Ну это нормально. За это время как будто бы происходят некие события, которые потом раскрываются, ответы получают ваши результаты. опять-таки, вкладывает внимание в духовное своё развитие, и в нём возникает определённый резонанс с Миром Духовным, то есть передача, он получает больше информации. Система прослабляется от передачи к передаче, то есть от просмотра к просмотру, он больше и больше может получить действительно необходимые информации для него. Ну вот в таком плане. Ну опять-таки, это всё желание, кому хочется. Тоже, Игорь Михайлович, есть такое мнение, что спокойствие — это огромная сила, и система боится спокойных и расслабленных людей. валяющихся на диване, ничего не делающих. Я тогда скажу, самый сильный был Обломов, да? Спокойный, ничего не делает, лежит на диване, мечтает, и система его боится. Вот тоже, как раз-таки, в этом и вопрос. Всегда ли спокойный человек — это тот, в ком доминирует Личность, в ком свободна Личность? Или… Конечно, нет. Абсолютно. Это не показатель. Опять-таки, доминация Личности над системой, то есть над сознанием, оно не проявляется покоем, равновешенностью. Знаешь, вот как вот, вот как, ну сознание вот показывает образ духовного человека, вот он должен быть такой безэмоциональный, он должен быть степенный, рассудительный, должен говорить только в точку, только хорошее, он должен всё и всех любить и тому подобное. Ну это же банальные образы. Для контакта с этим миром мы используем что? Сознание. Даже если мы его контролируем, но оно шаблонно привыкло к определённой группе выражений или к определённому языку как навык, да, то этим навыком мы и пользуемся. Поэтому, скажем так, я проще скажу, может ли послать далеко, так культурно, святой, да легко, и ничего здесь плохого нет? Разве это что-то нарушает? Конечно нет. Имеет это отношение к какому-то духовному, недуховному процессу? Да, абсолютно не имеет. И опять-таки мы подходим к чему? К восточным методам воспитания. В одной из передач вы упомянули, что про мусульман, которые после хаджи ещё целый год пребывают в этом духовном состоянии. И нам написал человек, который пишет, «Я же на третий день упустил и вернулось в мирское восприятие. Как в этом состоянии полёта прожить целый год?» и оно тебе подсылает, подбрасывает всякие картинки и мысли, и всё остальное, соблазны от сатаны. Если ты на них уделяешь внимание и занят, и забываешь при этом о духовном, то это говорит о том, что на самом деле твое стремление к миру Господа, оно иллюзорно. Может быть, ты и хочешь, может быть, ты и стремишься, но ты этим не живёшь. А вот когда ты действительно живёшь Любовью, Радостью, когда ты живёшь Миром Духовным, когда, вот как в данном случае, Аллах для тебя превыше всего, разве бы Он утратил его? Нет, конечно. Однажды обрёшь, человек никогда бы не отказался, ни под какими пытками, ни под чём. Потому что всё проходит, жизнь проходит, пытки проходят, а Любовь к Аллаху гарантирует Жизнь вечную. А в данном случае он банально соблазнился, отвлёкся. Ну и, как правило, мы видим, что опять-таки третий день, почему я говорил, что всё-таки фильм лучше смотреть на третий день. Идёт прослабление, активация системы. Даже если человек вот сильно возгорелся, но ещё слаб, он на пути своём духовном, ещё не сформировался как Личность, то, естественно, этот всплеск, он проходит через определённое время. Как правило, на первых этапах, на третий день человек его трачивает, а то и через пять минут. Всё зависит, опять-таки, от его силы как Личности, и противостояние самой системы в нём через его же сознание. Но, ребят, не забывайте, сила внимания, даже в эквиваленте, как деньги, скажем так, кошелёк, кошелёк в ваших руках. Поэтому вы покупаете и оплачиваете мысли, эмоции, хорошее настроение, плохое настроение, любовь к Богу, служение сатане. Всё вы покупаете. Расплачиваетесь за это перспективой собственной жизни. Игорь Михайлович, тоже есть вот такой последний вопрос. Будет такое мнение, что стараться во время практики не надо, что старание — это желание что-то приобрести, это желание на чем-то властвовать, что нужно просто расслабиться и ничего не делать, довериться вот этому потоку. Подожди, у меня вопрос напрашивается, анекдот, извините. Два кума собрались на охоту, и вот один, второго спрашивает, слушай, говорит, а вот мы идём на медведя. А если вот, представляешь, медведь, я отошёл, ты один, что ты будешь делать? Ну как, что, говорит, возьму, выстрелю, говорит. А если вот осечка, он говорит, ну поменяю потоку, а если медведь близко, ну как, говорит, брошь ружьё, нож возьму, говорит. А ты, говорит, тут за ножом полез, а он выпал, за меня или за медведя. Вот у меня вопрос, ты вообще за кого? Где ты таких вопросов набрала, Танёшка? Люди сталкиваются и порой друг к другу в диалогах, даже такие рекомендации. Вот у тебя все вопросы за медведя. Ну ладно, давай дальше. Будем надеяться, что нашим друзьям поможет. То есть система рекомендует не прикладывать усилий, да, вот находясь вот в этом состоянии, духовном. Ребят, ну как не прикладывать усилий? Это же движение. Под лежачий камень вода не течёт. Жизнь — это движение. Что такое сосредоточить своё внимание на Мире Духовном для человека, который находится под постоянной агрессией? Всё равно, что козе удержать молоко в себе, не отдавать его тому, кто её доит. Ну, сложновато, да? Так и человеку не отдавать силу своего внимания в системе, когда она привычно требует. удержать это в себе, вложить это, самое ценное, то, что у человека есть, это тот ресурс, которым, за который он может обрести Жизнь Вечную, вложить в Любовь Божью, в Любовь к Миру Духовному, в счастье, в радость, вложить на контакт с Миром Духовным, чтобы вот эту серебряную нить сделать шире, чтобы, это, говоришь, ничего не делать, да? Ну не ты говоришь, а вот ребята говорят, это кто в ней говорит? И вот для этого и надо заниматься, чтобы, когда вот такие мысли приходят в голову, понимать, от кого они идут, эти мысли? От сатаны. Ничего не делая, тебе Бог даст, Бог добрый, он у всех заботится. Мы уже как-то говорили об этом, и раз у нас зашёл сегодня разговор о козе и о сперматозоидах, ну заботьтесь о каждом своём, дайте ему имя, своим яйцеклеткам заботитесь, да вы же о них не знаете. И вот не стройте иллюзии, что Бог знает вас, Он вас узнает, когда вы появитесь в Его мире. А это мир иллюзий, мир сатаны. Это такое. Это даже неутробное состояние. Это одна из вариаций, которая может быть или не быть, но зависит от нас. Будем ли мы двигаться, шевелиться и действовать? Или будем бездельничать, ничего не делать и ждать милости от Бога? Человек должен работать, духовная работа над собой. Это и есть ничто иное, как залог твоего успеха. А безделье угодно лишь сатане. Он обездвиживает. Извините за прямоту ответа, но, думаю, так более доходчиво и понятно. На самом деле всё просто. Не служи сатане и люби Бога, и всё у тебя будет хорошо. Поэтому, друзья мои, давайте просто искренне любить друг друга и радоваться этой жизни хотя бы за то, что она может дать и более глубокую жизнь, ту, которая не прекращается. но при условии, если мы не будем, как вот Татьяна говорила, лежать, ждать, хотеть, и не будем, как доказал. Поэтому давайте будем людьми. Спасибо, друзья мои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова